Горгона. Медуза. Королева получила свое имя в честь Горгоны, с которой она была похожа, как две капли воды. Как рассказывается в легенде, Горгона была слишком красива, и однажды ее похитил один из прислужников бога Олимпа, а после ее ноги стали превращаться в хвост змеи. Горгона стала ненавидеть все живое, а вместо ее длинных волос стали появляться ужасные змеи, и взгляд ее стал останавливать жизнь всех, на кого она посмотрит. Королева с большим удовольствием вступила в ряды сил Скорж и стала одним из самых быстрых и ловких героев. На ставочку работаем, что ли? Куда ты его отпинываешь? Бабочку придется сжать. Хорош. Подкукаешь? А, не можешь. О, поехали. Хорош. Ну, это точно на ставочку. Кристалку заморожу. Хорош. Хорош. Опа, да тут же вы сейчас тут все замерзнете. Ну я тут умру, скорее всего, да? Ну я буду драться. У меня есть еще кнопки. Акб ху нажимал. Давай. Плохо, я умер. Не раздамажу, да? Хорошо. Ой, как хорошо! Дорогой, дорогой! Всем привет, дорогие друзья! С вами Яксанас. И, конечно же, перед началом видео хотелось бы поблагодарить вот этих ребят, да и вообще в целом всех ребят, кто подписан, кто подписывается. И те, кто имеют возможность оформить спонсорскую подписку, рекомендую оформить, потому что вы будете смотреть контент немного раньше и знать немного больше. Как вот эти вот ребята, которым я благодарен, потому что они помогают, во-первых, развиваться, во-вторых, не опускать руки, когда хейтеры наваливаются. Но хейтерам мы просто чапалахи даем. Если честно, хейтеры, вообще изи, изи, хейтеры. В общем, ребятки, всем спасибо, кто оформлен по спонсорке и тем, кто вообще всегда поддерживает, ставит лайк, подписывается. Вам отдельный, ребята, респект. Ну и что ж, сегодня у нас определенный, интересный, скучный, неинтересный, невеселый, вообще никакущий герой. Это, конечно же, Гаргона. Шучу, шучу. Герой очень хороший, на самом деле, очень сильный хардкерри, один из сильнейших хардкерри доты, друзья. Гайд сегодняшний будет очень-очень интересный, это я вам обещаю. Сегодня вы узнаете много нового. Ну и, конечно же, разберем ее способности, как работает сплитшот, как работает мистик снэйк, как работает маношилд и как работает стонгейс. Сегодняшний гайд у нас очень жесткий, друзья. Теорию не скипайте, в теории очень много интересного. Те, кто не любят этого персонажа, те, кто сдаются на 15 минуте, те, кто не любят играть с мегакрипами, конечно же, этот герой не для вас. Можете выключать и, конечно же, не смотреть, потому что сегодня будет жестко. Ребятки, не скипайте теорию, не скипайте практику и мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, начинаем разбор нашего персонажа. Что ж, первая способность, это у нас сплитшот. Хоткей у нас Т и что у нас делает эта способность, я вам сейчас расскажу. Данная способность очень специфична, потому что эта способность делится на два момента. На массовый дамаг и на таргетный дамаг. То есть, наш персонаж будет делить количество нашего урона, вообще всего урона нашей атаки, то есть, абсолютно вот этой вот штукой и плюсовой темы. То есть, там какие-нибудь манки кинг бары, буризы и все это будет учитываться. Но, но с определенной процентовкой в уменьшении. То есть, если вы захотите бить больше целей, то вы будете наносить немного меньше. А именно по уровням прокачки тут все у нас сказано. 80% будете бить меньше. Ну, вот такая вот какая-то тема. Давайте разберем основные моменты, которые у нас тут есть и будем продолжать. Смотрите, у нас сплитшот по нажатию хоткей Т может вот так вот менять. То есть, вы можете бить тупо одной стрелой или бить множеством стрел. То есть, сейчас мы будем бить одной стрелой. Если мы нажмем хоткей Т, у нас горгона переключится и будет бить двумя стрелами. При этом, вы можете просто вот так вот балансировать. И у вас, смотрите, не меняется никакой нету анимации. То есть, у вас вы можете в драке постоянно это переключать. То есть, если вам нужно бить какой-то соло таргет. То есть, если вы будете бежать и нажимать, то у вас не стопятся герои. Он не стопится. То есть, самая кайфовая тема, допустим, как у инвокера вот эти баги. Помните, когда у него еще была такая тема, что у него была анимация на сферу. И он, когда бежит, он себя стопает переключением сфер. То есть, можно было вот так вот медленно передвигаться. Но тут не получится вот так вот показать. Но вы понимаете, о чем я. Тут же этой темы нету. То есть, нету у нас никакой анимации каста. То есть, в драке можно будет спокойно, так сказать, жонглировать этими переключениями вот этих переключений сплитшота. Очень удобная тема. Это первый момент. Второй момент. Радиус сплитшота у нас 700 единиц. 700 единиц. Когда вы бьете одну цель, вы бьете уроном стопроцентным. То есть, почему стопроцентным и что это значит? Стопроцентный урон, это значит то, что у вас тут написано. 66-72. То есть, исходя из 66 и 72 максимальных, вы находите какую-то середину. То есть, что по рандому прокнет, по дотке, то и вылетит, допустим, 68 урона вылетит. Это 100%. 72 максимальная вылетела. Это 100%. Но, если вы будете бить сплитом, то у вас будет наноситься всего 80%. Но уже по массе. По определенному количеству целей. Определенное количество целей у нас тут, конечно же, по уровням прокачки возрастает. Вот такая вот у нас тема. Следовательно, если вы хотите бить какой-то соло-таргет больнее, то есть, допустим, остается один крип в эншентах, его не обязательно бить под массовостью. То есть, не обязательно с включенным сплитшотом его бить. Можно переключить и бить немного его больнее на 20%. То есть, минус 80, вы поняли. Если вы сплитуете, то у вас 80% урона только наносится. Так что, вот такая тема. Желательно переключить. Это первый момент. Второй момент. Количество целей на сплитшоте. С уровнями прокачки они у нас тут увеличиваются. И давайте посмотрим. Смотрите, на первом левеле 2 цели и 80% урона. На втором уровне 3 цели и 80% урон. На третьем уровне 4 цели. И на четвертом уровне 5 целей. То есть, у вас тут написано 2 цели на первом уровне. Давайте разберем. 2 цели, это значит 2 цели. Это не значит, что плюс еще 2 цели. То есть, уже их будет 3. То есть, основная цель и еще 2 цели. Это не так. Если написано 2 цели, значит 2 цели. Смотрите, 2 цели. Потом, второй уровень давайте выкачаем. Сейчас будет 3 цели. Уже будем бить троих героев. Посмотрите. Уже троих бьем. Берем еще раз. И сейчас будем бить четверых героев. 4 героя у нас есть. Ну и на четвертом, естественно, 5. То есть, 5 целей вы сможете бить на ласт уровне. И вот так вот у нас сплитует. Наносится сплит демош. То есть, разделенный урон, конечно же, на всех персонажей, которые у нас тут есть. Это первая тема. Вторая тема. 80%. Я надеюсь, вы поняли. Когда у вас включен сплит, на 80% вы только бьете. 20% у вас убирается. То есть, весь урон считается, вот тут у 66-72, минус 20%. Когда вы бьете одну цель, это 100%. Надеюсь, вы это поняли. Ребят, надеюсь, досконально объяснил. Следующие моменты, которые у нас тут есть. Как взаимодействует сплитшот? Ребятки, как он взаимодействует? Что он вообще делает и как им можно пользоваться? Работают ли какие-то эффекты? Давайте сделаем скади и посмотрим, что у нас будет. Скади будет работать только на основную цель. На основную. Это минус, конечно же, сплитшота. То есть, основную цель мы душим, конечно же. И, конечно же, боковые цели, которые идут сплитом, они, к сожалению, не замедляются. Во второй доте это все работает. Ребятки, также еще упустил некоторый момент. То есть, допустим, при включенном сплите вы будете бить основную цель на 100%? Нет. Нет, не будете. Вы будете бить постоянно 80% при включенном сплите. При выключенном на одну цель у вас будет 100% урон. Давайте вот так вот сделаем. И вот так вот. Посмотрите. Урон, в принципе, заметен, да? Это соло урон. А это урон со сплита. То есть, минус 20% дамаги. То есть, вот такая вот тема. Но это прикольно. Все равно прикольно. В общем, надеюсь, по орб эффекту вы поняли. Так будут работать все орб эффекты. То есть, независимо. Скади, Дезоли и прочая тема. Следующий момент. Итем. Бури. Итем. Бури. Как будет работать Буриза на нашу Гаргону? Будут ли вылетать 7 криты? Смотрим. Я, если честно, ответ знаю. Не будет. Будет вылетать только основному. Только основному. Только основной герой будет у нас получать урон. Смотрите. Как у нас основной будет сейчас получать урон. И как будут получать другие. Как видите, только основной у нас получает урон с Буризы. Как работать будет МКБ? Вы зададите вопрос. Итем. Монкеу. Кинг. Итем. 154. Есть тут такая приколюха, о которой нам стоит задуматься. Давайте возьмем Итем. Талисман. Минус Итем. 63. Как работает МКБшка? Спросите вы. Давайте посмотрим атаку без МКБ. Смотрите. Наш герой будет промахиваться в того персонажа, у которого срабатывает Явасион. Он может промахнуться сплитом в боковые цели. Он может промахнуться в основную цель. Но. Но. Есть одно но. Берем МКБ и смотрим эффект. Наш персонаж не будет промахиваться в нашу основную цель. И в боковые цели он также не будет промахиваться. Поэтому стоит сделать вывод. Если вы играете против Мартретки и вы думаете. Мммм. Я соло таргета не буду ее бить. Я буду промахиваться. Буду-ка я ее сплитом бить. И начинаете фигачить крипов. Это так не сработает. Таргет. Если у вас есть МКБ. Вы стопроцентно защищены от промахов. Независимо. Соло таргет или сплит таргет. Вот такая вот приколюха ребят. Для того чтобы воспользоваться сплитшотом не требуется маны. Не требуется никаких перезарядок. Нету никакого колдауна ребят. И это очень хорошо. Это не стопит у нас сплит. Сплит не стопит у нас героя. Когда переключаемся. И вот такие вот фишечки у нас работают. Молния у нас работает так же как и работает Скайди. На соло таргет. И на сплит таргет бьет только в ту цель на которую вы указали. И вот такая тема. Это не уникальный модификатор атаки. У нас сплит не является уникальным модификатором атаки. Следующий момент. У нас будет эта способность работать у иллюзий. Еще. Давайте посмотрим как это будет работать. Манта. Мы включаем сплит. Он у нас включен. Опа. Погнали. Смотрите. Сплит у нас включен. Юзаем иллюзии. И начинаем атаковать. Посмотрите сколько дамаги мы наносим в целом. Все иллюзии которые у нас тут есть. Они также сплитуют. И дамаги очень много получается. Посмотрите сколько дамаги. Эта тема работает на иллюзиях. Поэтому ребятки держите в курсе. Если подбираете иллюзии включаете сплит и дополнительно разносите иллюзиями. Так что вот такая тема ребятки. Надеюсь вы поняли как работает у нас сплит. И в принципе это все. Но единственное. Те кто смотрели тесты с рубиками. Окта. Те кто смотрели тест с рубиком. Я рекомендую вам еще раз его пересмотреть. Давайте я вот здесь закрепчик сделаю. Вот здесь вот там вот выскочила подсказочка ребятки. Кто не смотрел тесты 500 скиллов на рубике. Я занялся вот этой темой. Тестингом. И конечно же убил на это реально порядка 3 часа тестов. Плюс монтаж около 7 часов. Этот видос у нас забрал по времени. Но. Там есть очень много интересных фишек. И одна фишка на которую я наткнулся. Это конкретно отхил сакторина. Отхил сакторина. Посмотрите какой отхил. То есть наш персонаж отхиливается сакторина с физических атак. То есть эта фишка там была. И там еще множество фишек таких было. Как это работает? Это работает так. Что у нас акторин должен хилить вообще с магией. 25 процентов и снижать еще кд на 25 процентов. Вот ну как это работает на горгону я не понимаю. Потому что горгона ведь она бьет физикой. Но считается что сплит как будто это это магия. И поэтому наш герой начинает отхиливаться со всех целей. Вампиризм так у нас не будет работать. То есть если мы возьмем итем доми. Смотрите доминатор. Бьем сплитом. Хилимся мы только с основной цели. Посмотрите еще раз показываю. Хилимся только с основной цели. Нету вот этого большого хила. Но если мы берем акторин. Смотрите какой отхил. То есть со всех целей мы отхилимся. То есть вот такая вот фишка. Которую я открыл в тестах гайда на рубика. Но это отдельный видос там ребят. Рекомендую посмотреть. В общем ребятки. Вот такой вот у нас глобальный тест. Сплита произошел. Так же это не будет работать на диффуз. Сплитить диффузом вы не будете ребят. В общем. Запомните просто что орбы работают только на основных. Единственное исключение. Это конечно же акторин. Акторин действует на все цели. Именно сплитовые цели. Не основные. То есть допустим. Только со сплита вы будете хильтись. С основной цели вы не будете хилиться. То есть основная цель будет восприниматься только как цель. Именно вот доминаторная допустим. Давайте вот так вот. То есть вы вот так вот сможете отхиливаться с основной вот цели. Допустим. Я сейчас горгону немного побью. И вы поймете о чем. То есть мы побили горгону. Выкинем Акторин, вот мы ударяем Это вот у нас основная цель И с нее мы хилимся, но с Акторина считается Что именно боковые цели Боковые цели и с них только мы будем Отхиливаться, то есть вот такая тема, ребят Ну, надеюсь, понятно объяснил Много сказал, что пересматривайте Если что, смотрите и, конечно же Узнавайте много нового по этой способности Потому что эта способность очень сильная Она позволяет быстрее выфармливать Быстрее выфармливать эншеи Выфармливать крипов, конечно же Ну и в принципе все выфармливать, что вам нужно Уф, что-то я заговорился Прям очень много вам всего сказал Но надеюсь, вам будет понятно Переходим уже к другой способности Мистик Снэйк Следующая способность на нашем персонаже, друзья Это Мистик Снэйк Мистик Снэйк это способность, которая позволяет Восстанавливать Гаргони ману Так как у нас персонаж манозависимый Ей необходимо восполнять ману Также эта змея очень сильно Дамажит Она очень сильная на стадии лайнинга И в лейтгейме в принципе Ну и конечно же под стонгейзом Эта способность будет наносить чистый урон Но об этом мы еще на стонгейзе поговорим Смотрите, ходки у нас С Прокачали данную способность И конечно же дальность применения у нас Этой способности 800 единиц Давайте посмотрим, закинем И глянем, что у нас будет происходить Вот так закидываем змею Выпускает Гаргона вот так змею И змея побежала вот так вот Продамажила и сняла ману Смотрите, при этом у всех разное значение маны сняли Ну так, разница небольшая, но есть И конечно же разное количество урона было нанесено Абадону И вот такая вот тема И змейка вернулась обратно Давайте покажу еще раз Кидается Опа, возвращается и у нас восполняется какое-то количество маны Сейчас мы все это разберем Первый момент Дальность применения я сказал 800 Второй момент 475 это дальность прыжка То есть змея у нас может прыгнуть на 475 всего То есть смотрите, отсюда вот так и пошла Все, и вернулась То есть дальность прыжка 475 Она рандомно прыгает куда хочет в принципе То есть оно будет работать именно так То есть если, допустим, вы закинете вот сюда То она пойдет наверх То есть если поближе сюда встаньте Она пойдет на низ То есть кому ближе, она в принципе и подскочит Но она может по крипам в зависимости от того, как стоят крипы То есть по рандому разойтись Ну то есть для вас это будет по рандому Но куда ближе, она туда и пойдет в принципе Такая вот тема у этой змеи Давайте закинем еще раз Опа, пошла сюда И показываю еще раз Она, опа, идет сюда наверх То есть, опа, сюда ближе и пойдет сюда наверх То есть так пользуйтесь этой змеей По уровням прокачки у нас тут имеется множество нюансов Которые у нас улучшают данную способность Давайте разбирать Смотрите, табличка выехала У нас сегодня будет несколько табличек Сначала эту разберем, потом другую Первый уровень 80 базового урона и 20 база мана Плюс 3 прыжка То есть тут у нас есть базовый дэмэдж и базовая мана Но за каждый прыжок тут обусловлена такая тема Что урон и кража маны увеличиваются на 35% То есть это также прописано в табличке увеличения урона и кража маны за прыжок 35% То есть с каждым прыжком и урон и кража маны будет возрастать Надеюсь, тут все вы поняли На втором уровне 120 базового урона, 35 базовой маны и 4 прыжка На третьем 160 базового урона, 50 базовой маны и 5 прыжков На четвертом уровне 200 базового урона, 65 базовой маны и 6 прыжков И при этом у нас монокос 140, 150, 160 и 170 И конечно же колдаун 11 секунд 11 секунд для того, чтобы закинуть эту змею Ну и пока она вернется, там еще того плюс-минус получается Ну секунд 7, может быть плюс-минус кд Так что такая тема В общем, по уровням прокачки вы поняли Давайте выезжает вот эта табличка Вот она, вот она Смотрите, она огромная И она очень простенькая Давайте разберем первый уровень Смотрите, урон нанесет и маны украдет Сверху написано урон нанесет и снизу маны украдет По этой табличке вы можете понять Сколько всего может нанести змея урона На каких уровнях И сколько может украсть маны Давайте разберем урон нанесет уровень 1 То есть 3 прыжка у нас на первом уровне И первый прыжок нанесет 80 урона цели Второй прыжок 108 И третий 136 урона нанесет к третьей цели То есть это на первом уровне Ну и по такой системе можно посмотреть четвертый уровень То есть на четвертом уровне Если у нас базовый урон 200 То на крайний прыжок На шестой прыжок Раз, два, три, четыре, пять, шесть На шестой 550 урона будет нанесено цели Ну и общий урон там 2250 Это можно в принципе не смотреть Но если вы в принципе 5 героев Рядом стоит и вот так вот пускаете В общем 2200 урона вы нанесете То есть вот такая тема Крайняя цель получит 550 урона То есть вот эта табличка очень хорошо вам поможет Разобраться как дамажит змея И конечно же маны украдет Первый левел разбираем Если у нас на первом левеле 20 базовой маны крадет То соответственно разбираем Первая цель 20 маны Вторая цель 27 И третья цель у нас 34 маны То есть вы украдете 34 маны Если там была мана То есть допустим Если вы закинете вот в этих крипов То есть видите у этих нету маны А у этого есть То вы украдете к сожалению только у него В зависимости от того Какой он будет целью Либо первой либо крайней То есть вот такая вот приколюха Ну и следующий момент На ласт уровне Смотрите Уровень 4 кража маны 65 это у нас базовая Да правильно? 65 это базовая И крайняя цель То есть у нас уже 6 цель Мы у нее украдем 178 единиц маны Ну и в совокупности 731 маны Вы можете себе восстановить Вот такая тема Все просто Змейка очень сильная Она позволяет прогнать с линии То есть вы будете кидать На стадии лайнинга По крипам Будет ударяться от детка И будет ударяться в героя То есть вот такая вот тема И в принципе все Тут более ничего не нужно знать Ох Давайте еще некоторые цели разберем Как работать будет на иллюзии Смотрим Давайте Итем Манта Абадон Будет с мантой Давайте посмотрим Протестим Как это будет работать на иллюзии Давайте возьмем Вот так вот В троечку Иллюзии Пошли И закидываем в этого Нанеслось много урона Иллюзиям В принципе И самому герою Тоже так же нанеслось При этом Вы ману своровали И у иллюзии Это очень годная тема Потому что Вы сможете так Если видите Большое количество крипов И большое количество иллюзий Желательно Подкидывайте В то место Где у вас Там у оппонентов Стоят иллюзии Потому что Вы с иллюзией сможете Восстановить эту ману Давайте мы Не знаю Как ману потратить Ну ману я наверное Только с щитом потрачу Ну да ладно Не суть Короче с иллюзией Вы восстановите Очень много маны Так же Это будет тема работы Как работать будет В линку Давайте посмотрим Итем линкин Закидываем в цель Смотрите У нас сбивается линка Наносится урон И конечно же Сносится мана Я не знаю Почему это так работает Но это работает Именно так То есть линку Вы сбиваете И змея летит Давайте проверим Вот так Вторичная цель У нас Так Посмотрите Подождите Откатили Вторичная цель У нас тоже что ли Откидывается Нет Вторичная цель У нас не сбивает Не сбивает линку А вот если Таргет нас закидывать То конечно же Линка собьется И змея все равно полетит При этом Все привилегии Змейки у нас Работают Вот такая тема Как работать будет На БКБ Итем Блацк Потому что Нам нужно проверить Все Смотрите У нас есть У Абадона БКБ От него По идее Должна отпрыгнуть Змея То есть она ему Не наносит Смотрите Она ему не наносит Но Вы заметили уже Наверное Один прикол Смотрите на его ману Сейчас БКБ упадет Смотрите на его ману Оп Мана снялась Через БКБ Мана снимается То есть урона Никакого не наносится Но мана снимется То есть БКБшного юнита Вы не сможете Направить Но сможете С помощью Такого знаете Скачка Украсть Ману И конечно же Восстановить Энное количество Но урона Конечно же Вы не нанесете Но надеюсь Я объясню Как эта тема работает Змейка у нас летит Со скоростью 800 единиц И в принципе Тут более нечего Ребятки Рассказывать Надеюсь вам Эта способность В принципе Более теперь чем Понятно Ну и переходим К третьей способности Друзья Теория у нас Очень сочная Сегодня Итак друзья Следующая способность На нашем персонаже Это конечно же Мана Шилд Мана Шилд Позволяет На 60% Инкамовый Дэмэдж Смягчить По Гаргоне Благодаря Преобразованию Маны В такое вот Получение урона То есть вы меняете Урон Инкаминговый На свою ману Надеюсь Это вы поняли На 60% Вы смягчаете Дэмэдж По себе Чем больше у вас Маны Тем меньше Урона Вы получите Давайте Прокачаем Прокачали данную Способность Хотки у нас Е И вот Такой вот У нас Появляется Щит Очень красиво Выглядит То есть у нас Гаргона Получает Такой Мана Шилд Вы можете Его отключить Но тогда Вы будете Получать 100% По герою Но если вы Включаете Щит Вы будете Получать На 60% Меньше Но при этом Вы будете Тратить Ману Давайте Посмотрим Как это Работает Допустим Вот Абадон Нас бьет Смотрите Как больно Гаргонь И сейчас Мы включим Щит И смотрите Но и уходит Теперь Мана То есть щит Поглощает Урон Который Наносит Нам Абадон Вот такая Вот друзья Тема Давайте Проверим Итем Див То есть Минус Итем 242 Эту способность Говорят Нельзя Снять То есть Мы Ее Действительно Не можем Снять Потому что Эту способность Может Отключить Только Гаргона Но и Также Эта способность У нас Может быть Отключена Только в том Случай Конечно же Если Закончится Мана То есть Поэтому Вам нужно Будет За этой Темой Следить Если У вас Драки Кончается Мана Но Котл Подбегает И дает Вам Ману То Конечно же Вам нужно Будет Снова Включить Этот щит Так что Вот такая Тема По уровням Прокачки У нас Увеличивается Процентовочка Ну не Процентовочка А Инкаминговый Дэмэдж В Ману То есть На первом Уровне Смотрите 1.6 Дэмэджа Преобразовывается В одну На втором Левеле 1.9 Прилетает Дамага И это Одна Мана Будет На третьем 2.2 Дамага И на четвертом 2.5 Дамага Для того Чтобы Потратить Одну Единицу Маны То есть Получается 1.6 И 2.5 Очень большая Разница Почти В единицу Урона То есть Ну вы поняли Примерно То есть 2.5 Урона Вам залетает И это Конечно же Будет Одна Единица Маны Вы поняли Надеюсь То есть 5 урона Это уже 2 единицы И так далее То есть Если тут Вроде Посчитать 2.5 Дамага Это получается Ну Если взять 250 Это сколько Получается Там Сколько 100 маны Надо будет Да Или сколько 250 100 маны Да Где-то Примерно Что-то такое 250 урона Смягчить Это 100 маны Будет примерно Я не математик Ребята Но это по такой Системе В принципе Работает Ну и что ж Самое время Конечно же Рассказать о нюансах Которые тут у нас Есть Тему эту Нельзя развеять Это я уже говорил Эта тема Не работает У нас У иллюзий Ну и конечно же Через наши БКБ Это будет проходить То есть Если БКБ Вы юзаете Вы также сможете Спокойно Включить Этот щит И у вас Все будет хорошо Как будет работать На Есть вот Некоторые Смягчающие Смягчающие Урон Способности Типа Ливинг Армора Потом Щит Абадона Ну щит Абадона Именно конкретно Будет у нас Работать так Что Статус Абадона Урона щита Будет работать Более главнее Нежели чем Все остальные То есть Будет сначала Работать щит Абадона То есть Инкамовый дэмэдж Не будет у вас Считываться Что вы не будете Тратить ман Ну просто У вас будет Так сказать Впитание Вот это Впитывание 200 вот этих Урона Которые у нас Есть На Гаргоне Конечно же И все Все остальное Будет у вас Работать нормально То есть Не будет у вас Улетать маны Ничего То есть Щит Абадона Будет работать Стопроцентно Как и должен работать То есть Не надо думать Что если щит Абадон На вас кидает То у вас будет Радса мана И тому подобное Все будет работать Нормально Ну и в общем Такое вот у нас Получается И в целом Эта способность Позволяет на 150% Увеличить Здоровье Гаргона То есть На 150% Увеличить Ее Стойкость Можно вот так Как говорить То есть Мужские яйца У нее появляются И конечно же Она начинает душить Этот спелл Очень сильно Контрится Ну Банальными Монососами Если нету Маны у Гаргоны Гаргона Не сможет Пользоваться щитом Чего бояться Леона Боятся у нас Антимага Нырубяна Ассина Чего бояться Диффьюзила Нам нужно бояться Ну и конечно же Фантома с диффузом Это очень страшно В принципе это все Погнали на Стонгейс Итак друзья Следующая способность Которую мы разбираем Это конечно же Стонгейс Стонгейс Это основная способность Нашим персонажем И она очень специфична Сейчас мы постараемся Ее разобрать И не упустить Ни одной детали Во-первых Прокачали данную способность Хотки у нас G То есть G И когда мы Нажмем Стонгейс Происходит такая Анимация И посмотрите Кто-то замерз А кто-то нет Как эта способность Работает Работает так Когда персонажи Будут смотреть на Гаргону В радиусе Тысяча единиц Если они в совокупности Будут смотреть на нее Две секунды То есть Вы можете Посмотреть на нее Секунду Отвернуться Потом повернуться Еще раз Секунду посмотреть И окаменеть При этом Когда персонаж Находится в окаменелости Он будет получать Дополнительный физический урон На 30 40 И 50 И 50 В зависимости От уровня прокачки При этом Персонаж Который будет Находиться в камне Он получит 100% Неуязвимость К магии Это нужно запомнить Ну и еще Конечно же Змея будет у нас Наносить Пьер урон То есть Чистый урон По целям Которые находятся В камне Вот такая вот Приколюха Далее Что нам нужно знать Длительность Вот этого Стангейза 6 секунд То есть В течении 6 секунд Вы будете Замедлены Если вы Посмотрели на нее То есть Смотрите Как это работает Сейчас давайте Разберем замедло Мы нажимаем Стангейз Вот так вот Ходим Ходим Оп Чуть-чуть повернулись И все На нас вот такой вот Баф расположился Дебаф вернее И конечно же Мы получили Какое-то замедление Получили замедление Скорости передвижения На 50% Также Мы получаем Дебаф На снижение Скорости Атаки На 50 Единиц И также У нас Скорость Поворота Тоже у нас Замедлена На 50% То есть Не только БТР у нас Снижает Вот эту вот Скорость Поворота На 70% БТР снижает Но и Гаргона Также у нас Замедляет Вот эту Скорость Поворота То есть Скорость Поворота Напоминаю Это вот Вот этот момент Когда персонаж Может быстро Развернуться Будет дольше Он разворачиваться На 50% Под стонгейзом Давайте Разбирать Замедление Еще Многие Наверное Не поняли Как это Работает То есть Длительность Стонгейза У нас 6 секунд Далее Какие моменты У нас Еще есть В каком Случай Персонаж У нас Заходит В Камень Если В совокупности Смотрит 2 секунды На оппонента На оппонента А именно На Гаргону То есть Вот так Вот это Будет Работать Хочу Разобрать Что-то Досконально Замедление Чтобы вы Поняли Как это Работает Замедление Может Идти 2 секунды 3 секунды 6 секунд Это максимум Замедление Будет В зависимости От того Насколько Рано Вы посмотрели На Гаргону Или Насколько Поздно Вы посмотрели На Гаргону То есть Смотрите Нажимаем Стонгейз Пошло время Раз Два Три То есть Такие Опа Повернулись Ой-ой-ой-ой Четыре Пять Опа Стонгейз Заканчивается И замедление Всего на нас Было Секунды Две Да Вы же видели Да У Абадона У основного Вот этого Которого Контрил У него Секунды Две Было Это Замедление Теперь Давайте Нажмем Опа Сразу Нажали И отходим И все Смотрим Сколько Замедления На нас Будет Висять Долго Висеть Да 6 секунд То есть Замедление Будет Накладываться Этот Дебаф Замедление Будет Накладываться В зависимости От того Насколько Рано Вы посмотрели Или Насколько Поздно На Гаргон Это Первый Момент Второй Момент Окаменелость Насчет Окаменелости Когда Мы Уйдем В камень Есть Такая Специфика Вообще Написано По механике Игры Что Расположено На Оппоненте Два Дебафа То есть Должно Быть Два Статуса Но Расположен Всего Один Один И к Сожалению Тут Понять Эту Тему Немного Тяжело Но Я вам Сейчас Объясню Как Уйти Оппоненту В Стонгейз Данная Способность Считывает На Каждом Персонаже На Который Уже Получил Первый Дебаф Он Получает И второй Дебаф Но Его Не Видно И Этот Дебаф Считывает Общее Количество Времени Смотрение На Гаргону То есть Если Вы В совокупности Посмотрите На Гаргону 2 секунды То есть В совокупности Что значит Вы Должны Вот Допустим Вот Стонгейз Нажимается Раз Полторы Секунды Прошло Вы Такие Ой Ну Я Чуть Гляну Оп И Вы Замерзли То есть Соответственно На вас Зафиксировано Время Время Просмотра Гаргоны То есть Вы Смотрите На Гаргону Допустим Первый Раз Вы Смотрите На нее 0.5 Секунд Второй Раз 0.7 Это Уже Полторы Секунды Образно Говоря И Вы Чуть Чуть Только Повернулись И Опа И Застыли Все То есть Это Именно Совокупность Времени То есть Время Дебаф Второй Раскидывает На Оппонента То есть Если Вы В Совокупности Смотрите Больше Чем 2 Секунды Вы Уходите В Стангейз Именно В Камень Конечно На 3 Секунды Длительность Окаменения Идет У нас 3 Секунды То есть Вот Такая Друзья У нас Тема Надеюсь Вы Поняли Первая Тема У нас Это Замедление Потом Конечно Стангейз Это Вторая Тема Ну и Третья Тема Стангейз У нас Всех Персонажей Которые У нас Находятся В камне Позволяет Жестко Задушить Змеей Змея Будет Пьером Бить Ну и Конечно Как Будет Это Работать На Иллюзии Иллюзии У нас Все Мгновенно Умрут Если Мы Нажмем Стангейз Они Повернутся И Сразу Вот Так Хоба И Умирают Когда У нас Идет Именно Окаменелость То есть Когда Идет Уже Вторая Стадия Второй Вот Этот Дебаф То есть Через Две Секунды Просмотра Гаргоны Иллюзии У нас Мгновенно Умирают Вот Такая У нас Приколюха По Уровням Ушел У нас Стангейз После Просмотра Гаргоны Двухсекундного Просмотра Он У нас Получает На первом Уровне 30% Физикал Дэмэдж Бонуса На втором 40% И на третьем 50% Физикал Бонус Дэмэджа Это Очень Много То есть Представьте Уходит Чел На 3 Секунды В камень И получает С руки На 50% Больше Прикиньте Сплитом 5 героев Уходят Стангейз То есть Давайте Сравним Даже Смотрите Докачиваем Сплит Юзаем Побьем Просто так Раз Два Три Четыре Тычки Дали Допустим Это первый момент И теперь Под Стангейз Давайте Четыре тычки Дадим Опа Превратились И ничего не поменялось Потому что у меня У Гаргоны Нет ни скорости Атаки Еще и промахи Ну короче Вот такая Приколюха Ребят Можно конечно Сейчас все Попрописывать Чтобы было понятно И чтобы было досконально Но это в принципе Не столь важно Ну то есть Сама фишка Вот этого Стангейза Я думаю Вы ее поняли В принципе Следующий момент Какой у нас Есть Вы наверное Не раз видели Баг Это думаете Наверное Не баг Что Сларк Диспейлит Стангейз И такой огромный Камешек бежит Такой тык-тык-тык-тык-тык Такой раз Начинает душить Как эта тема работает У нас Стангейз Имеет такую тему Что Стангейз Он в принципе Когда персонаж Уже Имеет Вот этот Статус камня Конечно же Его очень можно Легко снять Но вот эту тему Это замедло Его не снять То есть Видели Вы на секунду Ускорились И потом Опять замедлились Эту тему не снять Но Сам камень Вы можете снять Но при этом Вы будете бегать Но получать урон Будете больше В зависимости от уровня прокачки Давайте еще раз Я вам покажу И посмотрите Смотрите Он получает Стангейз Я его снимаю И он побежал в камне То есть он замедлен Но в камне бежит Вы получать будете На персонажа Когда вы в камне Но бегаете 50% больше урона Ну в зависимости от уровня прокачки Конкретно я взял Ласт уровень То есть вот такая тема 200 маны у нас будет требоваться Для того чтобы Заюзать Стангейз И КД у нас 90 секунд КД у нас приемлемая Можно в драке Постоянно душить И в целом Гаргона Очень сильный герой За счет этого ультимейта Ну что ж Я надеюсь вы поняли Как эта тема работает Ну и конечно же Как эта тема будет работать На БКБ Я вам сейчас тоже покажу Допустим смотрите Юзается Стангейз Он юзает БКБ И конечно же Все равно Все равно Мы также отправляем его В Стангейз Также на нем будет Расположена Вот эта тема Смотрите Нажимаем G Опа Смотрите Работает через БКБ То есть замедление Работает через БКБ И конечно же Персонаж не сможет Быстро убежать И не сможет быстро бить Ну вот такая вот друзья Тема Надеюсь вам понятен Стангейз Как способность Очень сильная способность Главное Не забывайте Что когда вы Юзаете Стангейз Вы также Защищаете оппонентов От магического Какого-то Влияния То есть Если там СК влетает И вы такие А ну я сейчас Стангейз нажму И СК начинает Душить всех Жестко Магией И вы конечно же Блочите Стангейзом Эту магию Вот эту тему Нужно знать Ну и конечно же Можно еще как-то Обузить Стангейз То есть допустим Смотрите Вы нажимаете Стангейз И вы становитесь Такой аурой То есть Ну и конечно Можете бежать Спереди оппонента И заморозить его То есть Можно пользоваться Как-то так То есть для вас Это будет вот такая тема Ну и что же друзья На этом Теория на нашего персонажа Окончена Я считаю Что более чем понятен Я думаю вам будет Этот персонаж Способности Очень лютые Очень жесткая Теория у нас Получилась 43 минуты Теории Ну как 43 Примерно 35 минут Теории Но надеюсь Я более чем Объяснил Досконально вам Этого персонажа Главное запомнить Основные моменты Которые у нас тут есть А если что-то Я даже и не сказал Вы можете спокойно Ориентироваться По тем табличкам Которые я Для вас Оставляю Ну и что ж друзья Пожелаю всем Приятного просмотра У нас сегодня На Гаргоне Жесткие катки Обязательно досматривайте Их до конца И напишите Какая катка Вам понравилась Больше Это все у нас друзья Пожелаю Приятного просмотра Спасибо что лайкаетесь Спасибо что смотрите Всем респект Конечно же Ну и мы начинаем Смотреть практику Поехали Итак друзья Грузится у нас Первая катка Загрузилась Забиваем центральную линию Ведь Гаргона Это центральная линия На центральной линии Гаргона И вообще стоять На самом деле По кайфу Она и неуязвима По сути Гангу К жесткому гангу Только жесткий ганг Будет требоваться Для того чтобы Убить эту Гаргону Ну и в целом Она в принципе Может дать еще и отпор Если еще союзнички Вовремя подойдут Ну об этом давайте Как бы поподробнее То есть к чем смысл Почему на центральную Этому персонажу Легче идти Потому что она Во первых Жестче стоит Потому что у нее есть Очень сильный Лайнинговый спел У нее есть Очень неприятный Неприятный Вот этот щит Который будет позволять Жестко Жестко смягчать урон И конечно же Вы ее не задушите Так легко Ну и конечно же Давайте поговорим По контрпикам Я надеюсь Эта катка запишется Все будет отлично И конечно же Контрпик на этого персонажа Так как наш персонаж Очень-очень такой Он Манозависимый Против нас Конечно Будет Немного Тяжело Если конечно же Возьмут Либо Неруба Ассасина Либо Антимага Либо возьмут Какого-нибудь Леона На ранней стадии Это будет Очень неприятно Ну я беру ФП Как бы так Лучше не берите Конечно Ну просто потому что Я боюсь Может или ее возьмут Или что еще Потому что мне нужно На нем На этом персонажа Отыграть А так желательно Когда нету контрпиков Изи берите Конечно же И душите То есть такое Вот у нас Имеется Ну в общем Эту тему решили Далее Что нам необходимо Как мы будем играть И что мы в целом Будем делать В первой катке Мы сыграем Максимальный дефолт А именно Максимальный дефолт Что подразумеваю Я под этим словом Максимальный дефолт Это страта Еще с 83-х карт Это то есть Маднесс Фейзы Яша Скади И так далее И пошло В этой карте В этой катке Не будет молнии Я вообще молнию На молнию Смотрю немного Негативно Потому что Она Не помогает вам Во время того Когда вы Юзаете Стангейз Артефакт Очень хороший Но Когда у вас Вылетают молнии Во время Стангейза Естественно У вас Не получится Никак раздамажить Оппонентов Это очень Тяжелая тема И конечно же Ну Немного не пойдет Выразимся так Слардар Кстати Очень тяжелый Персонаж Против нас Потому что Слардар Снимает у нас Армор И в целом Очень много урона Нам залетает Но постараемся Тут все Переконтрить Посмотрим Что у нас будет За катком Ну На Гаргоне Если честно Вот если вы Опять таки Я повторюсь Как я говорил В теории Если вы игрок Который сдается На 13 минуте На 15 Потому что Что у вас 0.5 0.0 Этот герой Не для вас Этот герой Не для вас Этот персонаж Топит до последнего Я ненавижу Гаргону Но на ней Есть интерес Играть Потому что На ней Катки должны Быть лютые Просто потому что Потому что Она может Дефить Мега крипов Просто Если команда У вас с характером Если у вас Тоже не сдадутся Ребята То вы Изи сможете Уничтожить Всю карту Поэтому Вот такая тема Так Куры нету Ну вы держитесь Называется Да Это тема Да И печально Печально Куры нет Но вы держитесь Плохо будет Без курьера Нам на меду Плоховато Ага У нас там Лишрачок Смотрите Есть Оппонентский Лишрачок Но нужно будет Нам попытаться Перекоесить Немного И конечно же Постараться Взять Всю тему Так Ну тут наверное Сейчас будет драка Наверное Я так думаю Драка за руну Если что Тараканов цепляем И отходим Тараканы Если мы не возьмем руну Тараканы нам дадут Экспу Тараканы нам дадут Всю тему Которую мы не достаем Руны Если вдруг руну Заберут Но руну мы забираем Сами Хорошо Все Идем в центральную Идем в центральную Отлично Там ребята Бегают Го Поможем Поможем Если что Змейку берем И идем Ооо Змейку берем И идем Оп Хорош Вот этого добить бы еще А я его не добью Прикиньте Он стики нажал Он стики нажал Короче И я получается Продомагнул И его Тик убил Осудительная ситуация На самом деле Бара фармит Стоит Бара стоит Фармит моих крипов Ну плохо что Линия здесь Оп Ну ладно Наша задача Добивать крипчиков И будем балансировать С помощью щита Весь урон Который будет На нас Инкамиться Посмотрим Через что Будет качаться Лешрак В целом Старт Для нашей команды Не ахти Но я думаю Разберемся Оп Оп Хорошо И добиваем Но осуждаем Хорошо Отлично Наша задача Это каесить Сейчас Перекаесим Задушим Не перекаясим Проиграем Хорошо Лешрак Что-то от нас Хочет Агрессию Какую-то Показывает Высказывает Своё негодование На третьем Левеле Будем закидывать Хорошо Оп Имеем Змейку Так У нас Лешрачок Такой Агрессивный Походу Будет Иногда Щип Можно Включить Так Но курьера Надо взять Ребят Стик И манга Не забывать И хилочка Дополнительная Манга Нам поможет Стоять Более лучше Потому что С помощью Мангуса Мы сможем Засейвить Энное количество Здоровья Себе В сложный Момент В сложный Момент Именно Сложный Момент Подразумевается Когда у нас Кончится Мана То есть Вот такая Вот тема Хорош Отлично Он станом Не попал Еще Под ганг Пришел Еще Под ганг Пришел И Бара Сейчас Крипов Будет Бить Стоять Да Зачем Уйди Зачем Вот это Делать Я не Понимаю Но я Просадил Два Хила Если Честно Думал Там Жадные У меня Герой ХК Такие Баратрун Типа Думает Что может У медузы Подбирать Ну Заходить И забирать Крипов Я считаю Что он Не имеет Права Баратрун Это Делает Потому что Во-первых Гаргона Это вообще Хардкер Слушайте Мне нужно Сентри Сюда Принести Я так Куру Взял Жесть Типа Опсы Сентри Это Слишком Жирно По-моему Очень Жирно То что Я тут Что-то Куру Варды Покупаю Но Мне нужно Будет Сейчас Снять Вард Потому что Он очень Агрессивно Закидывает Третьим Чисто Душит Можно сказать Выразиться Так Где Вард Ага Хорош Забрали Вард Отлично Нормально Сейчас будем Душить Лайнинговым Медузным Спелом Так сказать Хорош Сейчас Крипа Подойдут Его Надо Вообще Внаглую Тычковать Лишь Рака По-другому Никак Внаглую Но Я Мне кажется Не ударю Его Бх Вышел Эх Печально Все Это Без маны Я остался Руну контрят У меня Ребята Хотя У него Бодрее Артефакты Стонгейст Брать ли На шестом Левеле Вопрос Если честно Я Стонгейст На шестом Не беру Потому что Я Смотрю По игре Если Меня тут Сильно Не душат То Мне В принципе На начальной Стадии И не нужен Стонгейст Он В принципе Мне Не нужен Главное Деда Бо Еще Добивать После Мистика Манку Одну На топ Несу Манку Вот Это Я Конечно Ушоки Ушоки Конечно На седьмом Левеле Вообще Будет Круто Мне Вообще Фейзы Надо До Седьмого Левела Отколотить До Седьмого Левела Фейзы Откатить Отфармить Фейзы До Седьмого Левела Было Было Круто Но Видимо Не Получится Видимо Не Получится Крипстат У нас Говно Честно Скажу Сразу Говнистый Крипстат Давайте На топе Заберем Руну Я думаю Лешрак Сюда Пойдет Если Что Я думаю Мы В принципе Можем Подраться Тут С Лешраком Хорошо Хоста Давайте Пробежимся Нет Не Побежим Нет Смысла Вижу Там Уже Одного Забрали Если Лох Пой Нет Я Уже Не Побегу Промах На Ластхи Давай Еще Раз Промах Еще Раз Промах Я Так И Знал Что Надо На ХГ Подниматься Хорошо Хорошо Есть Седьмой Левел Это Очень Хорошо Господи Мана Теряется Я думаю Что За Дела Меня Крип Душит Крип Душит Крип Душит Что Там Файзы Будут Сегодня Или Нет Файзы На Седьмой Минуте Файзы Четвертая Минута Должны Но Я Очень Много Купил Я Очень Много Купил Слишком Много Поэтому У меня Проблема Купил Курьера Купил Себе Варда Но Варда Это Нужно Курьер Это Конечно Уже Лишнее Достанет Можно Кстати Будет Сейчас Его Побить Немного Как я ему Змейка Шандарахнул Просто Уйма Урона Все Пошел Фарм У меня Забирать Баратрум Начинается Эта Суета Берем Первый Спелл В разочек Далее Возьмем Еще В раз И будем Отходить На Эншей Нужно Будет Подстакивать По чуть Чуть И Поддушивать Вот Наша Задача Основная Ребята Хотят Мне лайн Сейчас Пушить Но Я Не Смогу Я Не Смогу Фармить Они К сожалению Не Опытные Игроки То есть Я Не Смогу Фармить Другую Линию Сейчас Я Вообще Сейчас Без Артефактов Они У меня Заберут Заберут Эту Линию И Куда Я Пойду Я Не Знаю Вот Вот Вы Спушили А мне Куда Теперь Идти У меня Ни Маски Нету У меня Ничего Нету Поэтому Ребят Для Того Чтобы Душить О Я Дум Сейчас Могу Умереть Кстати Ко мне Осуждаю Тебе Куда К тебе Вот Мне Просто Сломали Линию Сейчас Просто Сломали Поэтому Мид Абузишь Что значит Абузишь Просто ДНД И А Все Вот В такой Игре Нужно Просто ДНД И А Тупицы Какие-то За меня Играют Ладно Не суть Это В принципе Нормально За меня Большинство Таких Ребят Играет Это Норм Просто Сломали Мид И Теперь Я Должен Что-то Делать То есть С Мида Должны Вы Уйти В тот Момент Когда У вас Будет Уже Маднес Аквила И Тогда Вы Сможете Спокойно Ковырять Эншей То есть Я Сейчас Не Способен Вообще Идти Что-то Фармить Где-то Мне Просто Сломали Мид И Все Просто Два Пацана Пришли Мы Знаем Что Делать Мы Ломаем Тебе Мид Иди Куда Хочешь То есть Но Это Неправильно Ребят Поэтому Фастпушен Такой Себе Фастпушен Себе Такой Хорошо Теперь Стоим Тут Будем Наверное Крипов Пытаться Держать Пытаемся Подержать Крипов И Будем Пушить До Первого Прихода Баунти Хантера Я Так Думаю И Барат Рума Что Придется Щит Ключить Будем Линию Держать В одном Вот тут Месте Постараемся Просто Держать Линию И все Наша Задача Просто Поддержать Линию Стонгейза Нету Но смотрите Игра В принципе Активная У нас Вроде Как Можно Взять Сейчас Стонгейз И попытаться Сыграть С командой Но я думаю От меня Толка Особо Не будет Я вынужден Сейчас Вот тут Стоять И пытаться Держать Крипов То есть Моя задача Просто Держать Крипов Давайте Просто Поддержим Крипов И все Пока Я не Выколочу Маднес Я должен Буду Держать Здесь Крипов И все Хорошо Отлично Справляемся С задачей Держим Крипов Просто В одном Диапазоне Хорошо Наша Задача Просто Держать Крипов К сожалению Это дело Такое Вынуждены Мы это Делать Потому что Идти Больше Некуда Ребят Пойти Можно Только На три Буквы Возьмем Стонгейз Потому что Знаете Почему Потому что Ребята У нас Дерутся Соответственно Я тоже Буду полезен В драке Я обычно Раскачиваю Персонажа Именно Ситуативно То есть Я вижу Конкретно Что в этой Ситуации Которая У меня Сейчас Ребята Играют Активно То есть Я стою Калачу Мид Вот Я сейчас Стою Уже Помню Третью Или Четвертую Пачку Держу На месте И Я считаю Что это Более Чем Правильно Потому что Мне Сломали Тавер И если Я толкну Линию Линия Уйдет Очень Далеко Пока Я не Выбью Маднес Скрипов Не вижу Смысла Отсюда Вообще Отходить Куда Там Ждем Пока Ката Убьет Эту Кату И начнется Безбаланс Ждем Тогда уже Я думаю К этому Времени Будет У меня Маднес Отколотим Ну Пока Стоим Ситуация Ровная Просто Держим Крипов Наша Задача На данный Момент Можно По идее Оп Я понял Стангазе Жмем Хорошо Немного Я перепугался Потому что Четыре героя Атака Такая Лютая Пять героев Да Четыре героя Они увидели Что я просто Стою Прифармлю Давайте кинем Медуза Горгонович Змеевич Ага Найс Она не достала По 475 Расстояние Ну а это На базу Заход Не дадут Мне тут Сейчас просто Будет обход За тавер И Обоссывальня Так не пойдет Ребят Давайте на базу Решили они Прийти к миду И подзадушить Стангейз Чистая Вот Первые Стангейзы Которые вы Даете Это всегда На подсейв Если вы В начале Еще не имеете Никаких артефактов Конкретно Как я В данный момент Просто Стангейз Нажимаете И убегаете Все Вам нечего бояться Гоу на низ ТПшемся Маднеса Командой И пушат Но у меня Нету Вообще Ничего Слишком Рано Мид сломали Слишком Рано Мид сломали Слишком Рано Гоу 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 Хорошо У меня Еще есть Тут такая Штука На всякий Случай Хорошо Спека Пришла Ну надо Наверное Отойти Хоть и забрали Мы какой-то Фраг Но я думаю Нам нужно Отойти Хотя Ребята Собрались Драться Просто если сейчас Придет лишь Рак Он просто Поубивает Все что тут Движется Вот мне надо Сейчас убежать Просто Просто попытаться Убежать И все Есть Маднес Сейчас пойдем Веншентов Отлично Все погнали Понизу Ребята Серьезные Лучше с ними Не разговаривать Пока что Давайте возьмем Что мы вкачали А все Стрелы взяли Хорошо То что нужно Щит я не докачиваю То есть Третьего левела В 2 и 2 В принципе Пока хватает Можно пока Немного популять Иншей Потому что Внизу Ну Можно было Сейчас остаться Внизу Дождаться Кримпов Но я пульну Иншей Следующий артефакт Который мы должны Сделать Но вообще У нас лютый Не до фарм идет Просто по времени Следующий артефакт Который мы должны Сделать Это конечно же Яша Так Меня спалили Что я тут На иншентах Ковыряюсь Хорошо Этих пацаном Сейчас заберем На изи Надо на мид выйти Погнали на мид Стонгейст Двойку я не беру Давайте возьмем Первый Возьмем первый Дефаем Вышли в деф Мы Дефаемся Страшно Что нету варда Никакого Вообще Абсолютно То есть Я не вижу ситуацию На карте Это очень страшно То есть Я вынужден Стоять просто Под тавером Иначе Это может быть Просто чревато Тем что Я просто Выхожу И умираю Так Они вниз Пошли Да Хорошо Забиваем Крипов Здесь Быстренько Толкнем В лоу-граунде Стоять Вообще Нельзя На гаргоне Опасно Вся игра Безварда Всегда опасна Погнали Дальше Колотим Берем яшку Пол яшки А лакрити Уже есть С лордара Пока нету Дайгера Нам нечего Бояться Но Когда у него Будет дайгер К тому моменту Мы уже должны Иметь ман По идее В теории В теории Но Конечно же Такое Я выключаю щит Чтобы балансировать ХП И ману Если мы можем Зарегенить Тут хп То ману Мы тут Не зарегеним Никак Выйдем сюда Ребята Там Спека Леж Ну Не знаю Сомнительный Здесь драка Можно драку Слить Драку Можно сделать Сейчас пацаны У меня тут Теншнки Не мешайте Дофармить Хорошо У нас тут Теншнки Горгона Очень такой Герой Который Жадный Она Очень Жадная Она Очень Долго Фармит Но Мне Мид Сломали Я Из-за Этого В принципе И меньше Имею Сейчас Данной Стадии Игры Это Конечно Очень Плохо Очень Плохо Это Очень Плохо Это Очень Плохо И Это Очень Плохо Идем Наниз Ну Мы Просаживаемся По Геймплею Но Лейтгейме Будем Разговаривать Значит Лейтгейме Значит Почти Есть Яша И Сейчас Нужно Будет Взять Щит Таки Добить Уже Не Люблю Сплитом Фармить Вообще Невозможно Так Добивать Крипов Я Сейчас Добил С пачки Два Крипа Это Вообще Отвратительно Ох Миду Сколько Мяса Мид бы Добежать Успеть Мид бы Добежать Успеть Входим Пяжка Хорошо Опа Ну ребята Все уже Подохли Стангейс Сжать Придется Ага Хорош Хорошо Промах Серьезно Промах Хорош Нет Не достал Бара Заберет Я дальше Не пойду Оу Вивер Бежать Надо Бх Еще Под ногами Бх Поможет Если что У меня Еще 50 Маны Щит Тэшка Ое На Б Я Должен Ити На Б Сейчас Быстренько Заколотим Крипов Все Уходим А если Успею На Нше Еще Ну Нормально Комбуд Скнули Немного Слордар Слоу ХП Прыгнул Немного Подзадушился Бара Убьет Да Убьют А не Слордар Еще Прилетел Хорошо Неплохо В принципе Неплохо Если мы Сейчас Будем Драки Подделывать Аккуратненько То мы Я думаю Комбэкнем Неплохо Меня не пробивают Прыгнул Там Лишрак Отключил Кнопки Абсолютно Ничего Не чувствую Стангейс В разочек Подзарешал Далее Что нам Нужно Делать Дальше Колотим Дальше Колотим Крипов Тп Заюзаем Суть и Дела Не имеет Тут у нас Сильно Не идет Пуш Команда Оппонентов Сейчас Возьмем Орбу Манта И дефолтный Скаде Потом Пойдем В этих Крипов По кайфу Змею кидать С этих Крипов Постоянно Фулл Ману Почти Восстанавливаешь На ранней Стадии Хорошо Меду Сейчас Крипов Пульнут Есть у нас Орба Орба Есть у нас Гоу Сразу Маднес Нажали Закидываем Змею Быстренько Пульнули Тут Крипов Гаргона Очень быстро Фармит Но как Очень быстро Если Вы успеваете Сделать Маднес Там Уйти на Эншентов То у вас Будет Очень много Золов Очень Много Золов Вивер Стоит Душится Возьмем Орбов Вместо Тп Хорошо Отлично Гоу К ребятам Есть Там Примал Сплит Почти Нет Возьмем Фулл Ману Надо Щит Включаем Подходим Если Что Я Подсейв Легу Нифига За Замедление Убиваем Просто За 6 Секундные Все Хорошо Просто За Замедление 6 Секундные Убили Я думал С флор Дарыча Подойдет Он Не Подошел Хорошо Даггер На слордаре Имеется У нас Как раз Таки Манта О чем Я Говорил Ребят То есть Мы Успели Выформить Манту До Его Даггера Это Очень Хорошо 21 Минута В принципе Артефакты Средние 21 Минута Если бы У меня Еще Скади Был Это Лютый Перефарм Если Еще Скади Но Как Видите У меня Вот Пока Такие Артефакты Это Неплохо Это Относительно Неплохо У нас Пол Стонгейза Уже Есть Стонгейз Стонгейз Кедаешься Очень Быстро Это Очень Радует На этом Героя Это Вообще Просто Пушка Поэтому Ребятки Чипалахи Дадут Надо Быстренько Пульнуть Тавер Я Включу Сплит На всякий Случай Вдруг Сейчас Кто-то Будет Подходить Отходим Тп Ся На Мид Если Что У нас Есть Манта Манта Есть И Сейчас Венштаб Сразу Побежим Венштаб Пара Там Соло Побежал Куда Хорошо Мы Очень Быстрые В принципе Мадность Жалко Что Никак На 83 Но Тем Не Менее Его Все Рано Хватает Быстренько Взяли Побежали Зафармили Быстро Пачку Крипов Берем Сюда Идем За Хостой Идем Веншей Бьем Эншей И Наша Основная Задача Далее По Игре Промах Найс Курьера Забрал Чел Девардить Пошел Хорошо Давайте Побьем Я думаю Успеет Дорец Забить Этих Крипов Забиваем Дорец Хорошо Сейчас еще Ресаются И еще Убиваем Давайте Возьмем ТП Себе Иногда Гаргону Собирают Через Линку И я Понимаю Почему Статы Ранние Статы Какой-то Еще Диспел Не Диспел Вернее А какой-то Слив Цели Таргета И это Очень Хорошо На самом деле То есть Можно Так Вот Как-то Юзать Не Забывайте Когда Ходите Включать Щит Я Выключаю Щит На Эншентах Для Того Чтобы Выформить ХП На Ману То есть Ну Сами Понимаете Типа Эту Чему Опа Замедление Сейчас Убьем Сларда Уууу Еще Стангазия Прокнуло Хорошо Стангазия Прокнуло Отлично Две секунды На меня Сларда Смотрел И получил Так сказать Окаменелость Хорошо Хороший Ультимейт У Гаргона Конечно Так Нанизу Крипов Много Да Го Эншенты Никуда Не денутся А вот снизу крипы денутся Сейчас быстренько вот здесь пульнем Они, в принципе, уже проигрывают Команда рассредоточилась там такая Ну, она, вернее, слила позиционку в ноль У нас фарм идет Гаргона это такой герой, на которого играет время То есть, понимаете Если время, допустим, на алхимике играет против вас То, когда вы играете на Гаргоне Время играет в вашу сторону Чем дальше игра заходит, тем жестче вы становитесь Поэтому, ребятки, если у вас даже 0.3, 0.5 Нет смысла сдаваться, абсолютно Давайте еще тут пару крипов заберем Этого оставим, пусть он стоит Все равно кто-то придет в лес, будет подфармливать О, ну вот как вот этот, видите, стоит крип, так и это Погнали, сейчас давай Икс, Сеншей возьму То есть мы вот так вот кружочек сделали, профармили И сейчас еще здесь зафармим У нас есть уже 2.700 Это очень хорошо У нас уже примерно сейчас 3.200 будет Вот так вот делаем Стакаем, отходим Стакаем, отходим Хорошо Задушиваем Выключаю щит Чтобы не потерять ману Хп я смогу восполнить Но ману я тут не восполню никак Если бы были зеленые динозавры, то да Не вот эти динозавры Не кода А другие То я бы оставил щит Я бы кинул змею Я бы еще и ману восстановил Так, 3к есть Можно поесть Можно к оппонентам в лес нырнуть А можно пойти подраться Но Какая же горгона не любит Жесткий фарм Как выразимся Погнали сюда Но слишком там дикие какие-то Файты Но буду драться Буду драться Замерзнуть в лордар Или нет А маны нету Осуждаю Я только руки поднял Осудительно Так сделаем Хорош У меня уже 3000 4 почти 4000 Хорошо Отлично 4000 Так, монетка еще Чакуру вмогаться Уже 1200 остается Хорошо И в эншентов идем опять И мид потом заберем То есть очень жадно Мы выфармим две линии Пол леса И еще эншентов То есть очень жадный герой Сам по себе Но оно того стоит Мы когда заберем Сейчас скади уже С магазина По распродаже То тогда вы уже поймете В чем приколюха Данного персонажа Ого С лордартом Погибает Все Погнали в мид Так вот сделаем Ага Не с лордартом погиб А другой герой Понимаем Тут щит уже включаем Хорошо Быстренько забрали Опять в эншентов Можно уже Курицу Послать себе Место стика Наверное Закинем Но стик Лучше конечно же Не продавать Потому что стик Это вообще Что за артефакт О Ману восстановим Сейчас манту Выложим Когда мана Будет возвращаться Хорошо Ну это честно Дебилизм То что он делает И мне не хватит Теперь да Придется Такое продать Ну это Баунтихантер Вот Как раз Не хватает Того крипа Убьем Он придется Без скади Драться Наперед 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 Фа зажмем Хорошо Можно скади Да Гем Так скади Есть Хорошо Я тут умру Буду драться Ну заберет Заберет Парень Гем Возьми А все Забрали Гем Ну праймал Нажмет Гем Лежит Три полки Сбил парень Сделал Но я Если честно Тут немного Сейчас потерялся Потому что У меня слишком Много действий Было сейчас В голове Что нужно сделать Оставить Гем Гем Там Слишком Ну и тут Вард стоит еще Сладар на меня Амплификацию Кинул Такая Суета Но Баунтихантер Немного меня сбил Я бы сейчас Соскади дрался Я бы Соскади дрался А если честно Вообще В голове Сейчас Ничего не было Когда происходила Эта драка Абсолютно Абсолютно Ничего в голове Не было То есть Просто стоишь Автоатачишься И все Особо думать Не нужно Бх крысиный Такой у нас В команде 7 на 8 8 раз Сфидел парень Ладно В принципе 5кптс Хорошо В принципе Я сейчас готов Драться на фул Можно еще Сейчас добить Скорее всего Я буду делать Сейчас мкб Для того Чтобы жестко Пробивать Возможно Там еще Какие-то промахи Будут собирать У меня артефакты Очень хорошие Сейчас И очень Очень плотный Полторы тысячи Маны Это очень много У меня сейчас Примерно 3500 хп Если без щита Примерно Если так подумать Можно бабочку Будет сделать Если сейчас Быстро выправлю То бабочку Можно сделать Так Я хочу Эффект скади Хочу эффект скади Когда атакую Урон нужен Сейчас будем Делать урон Какой-нибудь Я вообще Хочу сделать Мкб Мкб вообще По кайфу Для нее Несмотря на то Что трустрайки Вылетают Только на основную цель Но Ты игноришь Вообще Весь промах Это круто Игноришь Весь промах Так Ну что Ставим тогда Сплит И гоу Я готов драться Настало Самое интересное Время На моем Персонаже Это конечно же Драки Вот так Сделаем Опа Хорошо Задушили Самое нормальное Время На горгоне Это когда Вы уже имеете Какие-то артефакты Все Идете драться Просто Подрались Сейчас забрали Двоих Все сразу В сторону Отбегают Там же горгона Ультует Все сразу По сторонам Как эти Как таракашки Погнали Понизу Все Можно идти Просто ломать Вот такая Вот сейчас игра Пойдет у нас Просто идем Ломать Там спектра Радиенс Маднес Но спектра В лейтгейме Конечно Тоже сильный герой Но горгона Будет посильнее Я считаю Как командный герой Спектра лучше Но Если драться Безусловно Горгона Будет сильнее Безусловно Именно конкретно В игре Я думаю Спектра Не будет газовать Назад Она поймает Этот стангейс И начнется Вот эта суета Хорошо Я заберу Т2 И улечу В мид И они будут Удраться А что ты Меня Любишь Бх Такой Чисто Сдилер Сдилер Би Кресиной Хорошо Забрали тут Жаль Не успеваю Веншинтов Чтобы на 2х Так Хорошо Забираем 2600 Имеем Отлично Можно и бабочку Рассмотреть на этом Персонаже В данной стадии Игры Но Я не люблю Вообще Баттерфляй В целом Потому что Баттерфляй Контрится Банально Одним артефактом И тогда Ваши Конечно же Все усилия По выформу Этого артефакта Сводятся на нет И иногда Нужно Собирать Линку Допустим Разберем ситуацию Оппоненты Соберут Хекс Линка Мне будет Очень сильно Помогать В этой игре То есть От Слардара Даже Вот Слардар Амплификацию Кидает Линка Очень хорошо Зайдет Очень хорошо Зайдет Так У меня есть Стангейс Да В принципе Давайте Забрать Спокойно Я возьму Амплификацию Срубаем Срубаем Побежали Ребята Там Овер Жестко Дерутся Там Овер Жестко Наши силы Наши силы Уже Наши силы Наши силы Хорош Опа Есть Бабочка Немного Я опоздал Можно сказать Так Стангейс Будем Жать Если что Я не жал Стангейс Хорошо Бабочка Есть Отлично Опасность Он сейчас прыгнет Будет Немного Больновато Так Вот Сделаем Хорош Серьезно Не умер Мьюз Перекинуть Хорошо Деремся Но Почти На вставочку Чисто 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 Это Гаргона Ману Все Просадили Мне Но Я Очень Плотный Хорошо Это Гаргона Почти Если бы Триплу Сделал Точно Бы Пошло На вставочку Давайте Отойдем Зарегенимся И придем Хорошо Слардар Вообще Пофиг ему Фазы Нажали Почему Фазы Офигенный Артефакт Для Гаргоны Фазы Я нажимаю И начинаю Так Ходить Специально Чтобы Чел 2 секунды Посмотрел На меня То есть Ну Это Годно Это Годно Вы Сами Прекрасно Это Все Ребята Понимают Так 2700 Месяц 3 минуты До Аеги 3902 Оканчивается Аегис Нужно Ити Гот Топ Ча Топ Нужно Будет Пойти Можно Взять Тревел Тревел Отличная Руна То Что Мне Нужно Все Восполняем Ману Ману Восполняем Всю Желательно Всю Ману Восполнить Нам Надо Хорошо Не успеваешь Хорошо Мне кажется Если я даже Один на пять Выйду У меня есть шанс Их победить У меня очень много Еще Аегис Плюс Можно попробовать Почему нет Только Стангейст Нужно правильно Нажать И все Если они все Замерзнут Это будет Очень хорошо На лоу хп Знаете Самое такое Разбайтить Чтобы Парни Таки думают Ну все Сейчас уже Чуть-чуть Осталось Добить И замораживаться И я начинаю Отхиливаться С маднеса И начинаю Душить Так Три 500 Еще есть На кармане Вот так вот Сделаем Я тут Уже Никак Жестом Поддушил Вивера Чуть-чуть Чисто Слили Себе Немного Маны Чуть-чуть Маны Слили Себе А сейчас Тут драка Будет Более Более Чем Уверен Куда-то Далеко У нас Панда Газует Не успеваю Забить Ага Срадиенца Погибает Хорошо Ломаем Тэшку Аегис Не скоро Не скоро Пропадет Хорошо Можем ХГ Подолбить Ребята Что-то Далеко Но желательно 38 На 39 У нас 39 38 53 Аега Кончается У нас Опа Драка Начинается Да Успеть манту Нажать Главное Хорошо Погнали Слардар Есть Далеко Все GG Просто задушено Станги Главное Нажать И все Заходим На хг И ломаем Просто Ломаем Отлично Ласт Слот Как что-нибудь Типа будет МКБ Я считаю Что это Более чем Нужно Так будет Дамага 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 Еще раз Дамага Иногда Рапиру Есть Собирают Просто Для того Чтобы задушить Хорошо Погнали В магаз Как раз Сейчас Иега Кончится Уже Восполним Все Ману Все ХП И идем За шестым Слотом Идем За шестым Слотом Все Аегис Упал Восполняется Мана Ждем Курочку Все Есть У нас Шесть Слотов Ребята Но 38 Минута Это Поздненько Так сказать Поздновато Там у Спектра Радиенс Поэтому МКБ Я решил Сделать О Ах Забрал Зачем Мне нужнее Тут ДДХ Была бы Более Чем Думаю Нужнее Чем Ему Ну что Гоу Наказывать Стангазе Есть Почти Опа Браточек Братулечек Опа Хорошо Опа Да тут же Вы сейчас Тут все Замерзнете Ну я Я тут Умру Скорее Скорее Ну я Буду Драться Чуть Прикиньте Еще Одной Тычки Не Хватило Еще Одной Не Хватило А вот Был бы ДД Который Парень Забрал Ну Видели Чисто На таких На краполях Там Чуть Чуть Осталось Да Ну пойдет Пойдет Тем не менее Пойдет Жесть Пойдет Все равно Доволен Доволен Ситуацией Хорошо Получилось Если бы Стан Еще Откайтил Как-то Там Было бы Прекрасно Ну просто Считайте Сейчас Пацаны Прыгнули И просто Умерли Просто Умерли Пойдет Пойдет Можно было Конечно Лучше Ну Гаргона Такой Герой Главное Перефармить А дальше Конечно Правильно Нажимать Стангейс Так Что у нас Получается В данный Момент В данный Момент Мы можем Пойти Доломать Вторую Сторону Третью Стороны Спокойно Просто Идти И ломать И не фидить Лишний раз Умер тут Бат Надо было Его на лосо Брать И все Туда бы Ушел Эх Чуть Не хватило Да Там Трипла Ультра Почти Лох ХП Ладно Не суть Манту Рана Я там Нажал Под Слардаром Но я Попытался Закайтить Думал Раньше Прыгнет Не знаю Реакция Уже не та Конечно Чтобы как-то Душить Такими Микро Моментами Можно Тревел Сейчас взять Продать Фейзы Взять Тревел ТП ХНСА Наниз Подфармливать Еще Муншард Хочется взять Чтобы Фуллпак Был у нас Фуллпак Так сказать Давайте так и сделаем Наверное Возьмем Тревел Пойдем Наниз Разбираем Продаем Разбираем Продаем Попашемся Забираем Крипов Остается Чуть-чуть Нам до Муншарда Можно В принципе Муншард Добить А можно Пойти Добить Оппонент В принципе Хорошо Спектру Я не боюсь Мне главное Рядом с Иллюзиями Быть Мид Сейчас Пойдем Толкнем Еще Хорошо Погнали В мид Миду Крипов Заберем Кто там Вардар Газует Сейчас Примем Только На миду Крипов Забрать Надо Потому что Они Куда-нибудь Денутся По-любому Сами Забрали Его Хорошо 2600 У нас Есть О Там Визер Бегает О Леснички Хорошо Этих Пацанов Можно Побить Просто Как Крипа Убил Тупо Как Крипа Убил Опа Квинов Пейн Прилетела Хорошо Все Можно Сломать В сторону Ребята Сами Отдались Как-то Распозиционировались Хорошо Ломаем Заходим И ломаем Заходим И ломаем Хорошо Есть Гиперстоуны Муншард Апнутые Сейчас Забираем Эгг Хорошо Первая катка Такая Более-менее В принципе Более-менее На Гаргоне У нас Получилось Вот так Вот у нас Получается Оп Муншардик Собираем Эгг Все Задушили Оппонентов Мега Крипы Мега Крипы Мы тоже Мега Крип Гаргоны Я считаю Это Мега Крип Он что Такой Сам По себе Герой Фермерский Мега Крип Что там Будем Душить Спектру Оп Раз Ооо Пацани Давайте Драться Я Кликаю Типа На фейзы Поняли Так Бабочку Включить Надо Побежали Догонялки С лордарихой Но тут Без шансов Тут без шансов Хорошо Ребят Ну в общем Я думаю Первая катка Вам более чем Понятна Но на самом деле Не столь потная Эта катка У нас Получилась Простенькая Обычная катка В дефолт Билде Дальше Конечно же Пойдем Отталкиваться Уже От других Билдов Ну примерно То же самое Будем делать По билдам Но посмотрим В целом Что мы еще Будем докупать Будем докупать В зависимости От самой игры От сложности игры Но тут Оппоненты Немного Не знаю Не додавили Я считаю Но первая катка Такая Немного скучноватая В принципе Все катки На горгоне Они по сути Скучные Но В чем прикол На горгоне Не сдаемся Когда нам Ломают стороны И постараемся Конечно же Задушить Попробуем Некстовую катку Более потную Сыграть Погнали Мид Ребят Идем Некстовую катку Идем Опять таки Центр Теперь на этот раз Несарю Горгоны Не забоялись Оппоненты И не Не стали Контрпики Какими-нибудь Жесткими Героями Но на самом деле Я бы забанил Сейчас вот этого Пацана Нарубя Насасина Нарубя Насасина И мне надо Телефон на зарядку Поставить еще Это такое себе Поставим Телефончик на зарядку Чуть позже Так ФПшку брать Наверное На этот раз Не будем Второй Третий Пик Знаете Вот что Самое Кайфовое Когда вы Играете На горгоне Если у вас В команде Есть Тракса То вам Вообще По кайфу На горгоне Потому что У вас будет Бонусный урон С Ее Третьего Спела С третьего Спела Конечно же Роксы Будет по кайфу Вам Вы сможете Намного Приятнее Выфармливать Интереснее Выфармливать Вам будет И будет Вам в целом Вообще По кайфу По кайфу Так Ну берем горгону Вторым пиком Пофиг Я увижу алхимика Все Пойдем в центральную В центральную Будем против алхимиков Стоять Нужно будет Сделать Аквилу Фирст артефактом Вместо сапога И будем стоять Как-то пытаться И лайнингом Ну мы В принципе Змеей Я думаю Мы сможем Переконтрить его Змеей Главное Тычковать его Еще Посмотрим Как пойдет На центральную Но фастфейзы Тоже хорошо Зайдут Потому что Я смогу С фастфейзов Харасить Очень сильно Алхимиком Алхимик Конечно Нас в ноль Вообще В ноль Перепармит В теории Но на практике Посмотрим Как он сейчас Этот парень Будет муваться Потому что Алхимик Это метовый герой На 85 карте Горгона Тоже считается Метовым За счет того Что она дерется Но алхимик Более метовый Потому что Алхимика Очень много Плюшек То есть У алхимика Больше плюшек Нежели чем У горгоны На стадии Лайнинга На стадии Средней игры Но в лейтгейме Конечно же Алхимик Будет не такой Актуальный Как горгона Но я смотрю Тут ребят Есть у нас Тут Леорик Есть у нас Алхимик Это мы будем Тут делать 100% Линку Линка Тут будет В пике В пике В пике Артефактов И будем С линкой Тут бегать 100% Потому что Линка Тут нужна Будет Сделаем Линку Возможно От манты Здесь откажемся Посмотрим Как у нас Тут будет И будем Душить Возможно Тут будет Кираса Молния Что то такое Потому что Тут нужно будет Драться с руки Намного больше Чем в прошлой катке В прошлой катке Если нас почти С руки не били То есть Лордар Чуть побил нас И отошел Так сказать В таверну И все А тут конечно же Можно будет сделать Кирасу Молнию Я думаю И посмотрим Как мы будем Собирать Эту тему Посмотрим Скорее всего Кираса Будет Молния Если ребята Очень сильно Доминировать Оппоненты будут То конечно же Будет игра Очень интересная Можно будет Сыграть Через фирт Артефакт Молнию И Уходить Также на Эншей Конечно же Отхила у нас Такого не будет Который был У нас в прошлой катке Мы не сможем Так быстро В принципе Выформить Поддушивать Посмотрим В целом Как у нас Тут будет Все Четвертый Слот Там видимо Афк Походу Кристалл Кристалл Взяли Хорошо Берем Вбэшку Дефолтную Вбэшку И идем В центральную Идем В центральную Пудж Сапог Взял Пудж Роумерский Будет Берем Змею Но не ту Змею Которую Вы обычно Берете Вечером Под одеялом А берем Вот эту Мистик Снэйк Ох Вот эти Извращенцы Так Но курьера Нет Спасибо Так Как в первой Катке Тоже самое Курьера Не было Осуждаю Ладно Очень страшно Купим Купим Ксоро 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 Даже Ксоро 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 Хорошо Так Но пик у них В принципе Баланс Очень балансный Пик у них Ага Что это Что это Алхимик С соулом Но жалко Нам бы Сайленсера Сюда Мы бы точно Забрали Жалко Что сало Просто там Афкашит И тускар У нас еще есть Это вообще Так Нужно похорастить Этого пацана Продамажим Хорош Еще и руну Забрать бы Отлично Но это Очень плохой Старт Будет для него Для алхимика Пбшку Забрали Руну Забрали Эти Кура Возьмем Сразу Я понял Все Все Понял Я думал Уже все Типа Найкс Будет стоять Кажется Нет Так Но у нас тут Есть возможность Выформить Фаст фейзы Это не может Не радовать Потому что Алхимику Будет очень тяжело Я это буду делать Алхимика Харасим Харасим Алхимика Добиваем Крипов Хорошо Хорошо 2х Плохо 1х Хорошо 1х Хорошо 1х 2х Уже Хорошо Вернее Хорошо 3х Вижу Уже Сейчас будет Хорошо 3х Хорошо 4х Будет Хорошо 4х Плохо 1х Будем Сейчас Плохо 2х Но тут Плохо 3х Еще будет Сейчас будет Закидон Первый Раз Хорошо 1х Так Сделаем Оп Хорош Ух Нифига Там У меня КД Друг Хорош Чит Включаем Чтобы Сильно Не хапать Так Ну это Сапог Аквила И хил Надо принести Ребят Хил Лучше Молодец Подработал Аквила Есть Так Надо Бить Крипов Потому что Крипа Сейчас Под Тавр Будут Уходить Манго Возьмем Все Есть Отлично Тяжело Алхимику Стоять Тяжело Тебе Алхимик Тяжело Но буста Нету Алхимика Такого Лютого Не дали Моему Буста Буста Не дали Ему Алхимику Акрипа Сюда Перетянули Аквила Включена Это Кстати Может быть Прожочек Хорошо Я говорю Может быть Прожочек И прожочек Действительно Есть Но я думаю Сейчас Алхимик Ливнет Просто Старт Очень Хороший У меня Алхимик Сейчас Скажет Ну вас Нафиг Кидаем Крипа Добьем Подеремся А что Нам Стоит У нас Сейчас Еще Будет Мана Доминейт Что ли Ну Получается Так Получается Фиди от Гаргони Щит Берем Щит Я не буду Брать Я не буду Брать Сейчас Стонгейс Проседаю Сейчас Чуть Чуть Проседаю Есть у меня Отхилы Хорошо Хорошо Хилимся Манимся Ребят Рики С ддшкой Пришел Можно пока Тут Отключить Аквилу Восстанавливаем Себе Ману Сейчас Крипами Снэкстерами Убьем Я думаю Алхимик Там Вообще Вата Опа Там Килинг Сприк Кто-то Делает Химик Вата Конечно И Можно Тэшку Поколотить Так У нас Фарм Идет Отлично Просто Очень Хорошо Я бы Даже Сказал Можно Тут Выйти Также Через Маднес Вен Веншей 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 Кто там Так доминирует Кристалка Но не ту роль Походу Дали Пацанам Я выключу Щит Тут Прям В меня Ставит Тучу Эх Я хреново Сделал Прям В меня Алхимик Ставит Эту Тучу Берем Стангейс Я Я бы Орнул Если бы Его Сейчас Убило А ну Что там Жесть Какого урона Ему залетело Сейчас Просто ХП Нет Хорошо Аквилу Держим Включен И крипы Не суицидятся Мало Урона Им наносится Ацит Это у нас Физикал Дэмэдж Плохо А куда Пошел Интересно Ага Оп здесь и линку вообще линку next буду делать скорее всего link скорее всего быть next будем брать так мне нравится когда в лобби ой не в лобби а в игре пишет там химик твой там этот твой ребята вы все мои лол как будто вот какой-то мне есть резон кого-то там какую-то утку пацану кидать тем более на гайда это вообще вообще типа на икс тоже мой получается да уж уж мой получается о зомбезия пришла томба и вот так сделаем горгона прилетела горгона прилетела этот овны считать доминацию вообще не о чем сейчас не говорить на самом деле если мы так убиваем то мы это можем слить все просто то несколько драк хорошо ладно съесть колоким быстренько линию толкаем уходим в иншинтов хорошо погнали на иншинтов хоста уж пусть берет хоста еще надо стакнуть желательно сейчас 40 секунда пару крипчиков прогуляем на миду стакнем и отойдем стакнем и отойдем 51 52 53 хорошо кристалки там даггер 56 56 55 56 58 58 55 59 61 71 62 Промах. Попадание. Что next мы будем собирать? Если честно, хочется собрать молнию для другого билда. Старт тут очень сильный. У нас очень сильный старт. У нас вся команда душит, да? Но, походу, этот видос в принципе даже оставлять не буду. Если в нем не будет никакой изюминки, я его оставлять не буду. Нам нужен изюм. Желательно весь. Манту я тут делать не буду. Скорее всего тут без манты будем. Хорошо. Берем еще раз первый. Сейчас его очень сильно продамажит. Хорош. Четко. Хорошо. Щит включаем. Берем первый. Опять-таки мы сейчас пойдем в эншей. Можно сломать мид уже. Мид можно сломать. Мид мы можем сломать. Потому что у нас все есть. Все, что нужно. Сейчас просто уходим в эншинтов и все. Еще восемьсот. Хорошо. Все забрали. Нету тпшки на топ. Кура летает. Лерик шестой левел. Хорошо. Идем фармить эншинтов просто. Что первым артефактом? Если честно, очень хочется молнию сделать. Ну и линка тут нужна будет. Линка нужна. Выключим щит пока. Забирай варды. Ты-то ходишь в инвизи. Тебе проще будет завардить. Хорошо. Фармим дальше. Молнию next. С молнией фарм вообще, кстати, еще быстрее идет. Включим щит, если что, на базу пойдем. Крипа там вышли в мид. Не уследил я. Пока с реки Мару тут обменивался любезностями. Хорошо. Две шестьсот. Но вот эти крипы, в принципе, у нас все будет. Хорошо. Сделаем вот так вот. Все. Есть. Две девятьсот. Там ребята уже гоняются. У меня нету, к сожалению, ничего для файтингов. Я могу тут сфидить. А сфидить я не очень хочу. Погнали за молнией. Хорошо. Есть молния. ТПшечка. И возьмем ангусик. Все. И погнали. Ребята начинают камбетчить там, да? Ну, то есть катка уже начинает набирать обороты. Все. Есть у нас стартовый артефакт. Next. Делаем линку. Просто линка next. Молнию даже апать не будем. Делаем линку. Просто строго линку. Потому что нам нужны статы какие-то. Нужны. Питпоинты. Монопоинты. И нужен. Откайт одной способности. Гоумид. Еще раз тэп уберем. Щиток у нас включен. Если что. Хорошо. Отлично. Подзабрали. А линка next там прям очень нужна нам. Его подсейвим. Не успеваю. Засейвить. Хорошо. Ну, одного забрали. Но я всю ману потерял. Всю ману потерял. Тут, скорее всего, поставила. Варды. Кристалка. Все. Гуэвэншентов. Хорошо. Фармим дальше. Ну, оппоненты, видите, камбэчить начинают. У них там лейт. У них жесткий лейт. У них алхимик. У них найкс. Старт у них очень плохой. Но лейт гейм еще не понятен. На самом-то деле. Хорошо. Берем первый. Хорошо. Отходим, идем на мид. Столкнем мид сейчас. Кольцо берем. С персеверанса начнем. Отлично. Начинаем с персеверанса нашу катку. Next. Хорошо. Опа. Быстренько зафармили. Отходим. Вэншентов опять. И так и гоняем. Докачали щит. Дальше потом уже берем стангейс. Просто в фарм я ушел максимально. Нужно максимально быстро выфармить. И желательно нам пойти вниз. Если бы команда меня позвала, допустим... Ну, я сам могу, в принципе, выйти с такими артефактами. Сейчас идти по товарам. Можно это сделать. Я думаю, я сейчас вниз пойду просто колотить. Ну, что с Молнией особо в Эншах нету никакого прикола. Говорятся. Погнали вниз. Маны у нас немного. Но мы сейчас купим еще Войт Стоун. Будем подрегениться. И Линка next. Линка, Молния. Получается Маднес, Кираса и Скади. Скорее всего, такой будет билд. Кираса, Скади, Линка. Все. Типа такой билд должен быть. В теории. Ну, а там посмотрим уже. Там посмотрим. Хорошо. Хорошо. Если к нам придут, по идее, мы должны успевать нажимать Стангейс. Просто убегать. Если что. Быстренько забираем. И фармим дальше. Криполиков. Тут Криполиков. Ломаем вниз спокойно. Но на карте на самом деле никого нет. Ага, на топе. Кристаллочка. Кристаллочка. Хорошо. Идем вниз дальше. Ага, кто идет? Кто идет? На Екс, наверное, какой-нибудь. Вот с Найкса я боюсь, если честно. Там только Стангейзом его останавливать. Страшный герой. На топе много суеты, да? Но мы идем в Эншинтов. Вниз я запушил. И запушил. Идем в Эншинтов. А можно, в принципе, вообще подраться там, я думаю, да? О, хороший Крип. Обожаю их. Го, подушим немного. Я тут один, да, буду? Го, поможем. Кристаллочка. Плохо. Что, заморзнет? Хорошо. О, хорошо так как. Хорошо, помогли ребятам. Пришли. Срубили немножко золотишко. Заморозили кристаллку. Хорошо. Кристаллку заморозили. Ребята, кстати, что-то пытаются сделать, но пока у них не особо получается. Если я прихожу, помогаю своей команде. Жестко входит каточка. У нас, так сказать, буст идет. Но Алхимик тем временем фармит и фармит Найкс. Нужно эту тему понимать. И нам нужно, в принципе, немного торопиться. Но я сделаю линку. Я думаю, буду файтиться чаще, потому что у меня сейчас ни стат, ничего нет. Я взял фастовые артефакты ранние, такие, так сказать, легкие артефакты, фастовые ранние, и с ними я буду фармить быстрее. Поэтому мне хотя бы к 20-й надо поднять линку. 20-й линку поднять мне хотя бы нужно. Хоть бы этих крипов убить быстренько. Хорошо. Берем ультимейт сейчас. А, у меня не 16-й. Вау. Добиваем крипа и уходим. Я не хочу тут стакать. Хорошо. Монетка. Отлично. Пойнт, ой, пойнт ультимейт. Орб у нас есть. Я туда не пойду. Я хотел туда пойти сейчас зафармить. Хотел туда, но это будет ошибочно. Я там, скорее всего, сфижу. Хорошо. Врубаем стрелы. Пошел. Дикий фарм. Две пачки крипов. Буквально за короткий срок. Две восемьсот у нас есть после линки. Мы пойдем драться. Кристалочку там убивает. Хорошо. Ох, как хорошо. Еще маны восполним. Кайф. Кайф. Отлично, забрали. Есть у нас почти линка уже. Прям вот почти-почти. Погнали к ребятам там. Двоем они. Если что, я буду просто бить томбу с включенным сплитом. Это нам будет на руку. Сейчас надо чуть-чуть добить нам линку. И пойдем по тэшкам. Хорошо. У нас дамаги сейчас очень много будет. На екс. Не лагай. Интересно, так будет всю игру фармить. Как я. Леорика вытащили. Хорошо, гол. Все, 16-й есть. Нормально. Так. Тпшечка. Все, гоу к ребятам. Сейчас там томбы будут. Алхимики. Армлеты. Варды. Кристалка вообще, походу, забила на вардинга. У меня маднесса нет, к сожалению, на драку. Мне кажется, не стоит туда лезть. Я-то не раздамажу без маднесса. О, окей. Так вот делаем. Жалко, линги нету. О, химик взорвался там. Хорош. Опа, змейка достань. Не достала. И еще и крипы. Крипы. Ресталлес. Ресталлес. Но я не догоню. Линка. Да, столько дамаги. Найс. Хороший армлет. Опа, львчемисты. Ля, прям фитконтора какая-то. Хорошо. Линка есть сейчас. Линка будет делать свои вещи. Что у нас остается дальше? Можно сделать керасу и скади просто. Ну, скади сейчас дефолтное будем делать. Конечно же, скади в любом случае нам нужно делать ферстон. Арбуз. Скади, конечно. Ломаем Т2 и уходим. Веншей. Еще успею подстакать. Хорошо. Веншей успеваем отойти. Отлично. Надеюсь, успею стакнуть. Но сайленсер, если не будет там, блочить. А, ну путь заблочил. СПС. Заблочил. К сожалению, не все тиммейты думают так, как керри. Ну, большинство ребят просто заходят почилить, как бы я их понимаю. Вот, немножко сейчас прогулялись. Прогулялись мы с этим стаком. Есть там гейс. Но я буду драться сейчас, но у меня маны немного. Гоу, еще урбу купим. Аскади. Хотя, наверное, не буду брать. Идет вардить. Я убью его тут, в принципе. Нет, не убью. Не убью. Ты куда? Иди отсюда. Иди отсюда. Хорошо. Ребята, мы идем туда. Там сейчас будет жестко. Жесткая драка. 3 в 1 сейчас полезем. Собираем. Маны нету, я высосал маны еще. Еще и рикетом с диффузом. Рикет сейчас с диффузом. Гоу, 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 сюда. Он своего крипа залез, да? То есть, у нашего крипа. Так, 3 700 есть, но это скадим. Будет сейчас. Хорошо. Хорошо. Отлично. Ну, ломаем тэшки. Т2 ломаем. Делаем скади. Скади почти есть. Образно говоря. Скорее всего, аквилу будем продавать. Хорошо. И топ толкнем сейчас. Через молнию очень быстро тоже артефакты лезут. Очень быстро. Хорош. Почти скади есть. Сейчас еще толкнем. Я лучше товара позабираю, возьму скади и пойду доламывать. Будет намного лучше, я считаю. Влез. Скади уже почти 23 минута. Ну, на самом деле, очень жестко. Расфидели раннюю стадию. Расфидели. Два и копейки остается. Хорошо. Копеечка маленькая. Да собака там и то гавка. А потом заходят на стриме и спрашивают. Что-то давно шарика не слышно было. А ты гайды посмотри. Теорикой. Фармить идут. Зафармил крипа. Зафармил крипа. Все, есть скади. Жесть. Но команда Овня, ты тут, по-моему, без шансов, оппоненты, без камбэка. Без камбэка. Оппоненты, по-моему, без камбэка. Без права на камбэк оппоненты тут, походу. 3.13.0.10, пацаны, там, плей. Гоу, мид. Я так не пойду, я, типа, тут танчить, чтобы у меня всю ману буду, что ли. Танчить на всю ману не хочу. Рики там уже газанул. Так я не пойду. Я отпушу сейчас скрипом. Кристалку заморожу. Хороший. Хороший. Жалко, что нету линки. Да господи, с этими собаками. Ну, если бы была сейчас трипла красивая или ультра, ультра очагательна было бы. Тэшку, думаю, сломаем и уйдем. Лунные колодцы. Ломаем. Таверок. Кажется, зря ты его хукаешь. Я лучше так сделал, надо уходить. Ну, в принципе, должны успеть, да? Это сейчас ломать. У меня лучше выйти. У меня лучше выйти. Бэд. Лучше выйти, я не хочу тут умирать. Сейчас. Кристалка сейчас придет, она даггером будет прыгать. Будет замедлять. И, возможно, не отпустят просто. Поэтому надо отойти. Путь, брат, я тебе не помогу тут. Сори. Так, три тысячи есть. Хорошо. Инвиз. Сейчас Рошана пойдем. Сейчас Рошана пойдем. Вас, наверное, уже бесит это. Не дау. Дау, на. Я хотел написать, нет, вообще-то, не. Получилось на. Получилось на. Получилось на. Так, 3-400 у нас имеется. Я думаю, вы уже сами беситесь с этой собаке, которая у меня гавкает за окном. Хочется ей открутить что-нибудь. Голову, например. Что постоять. Сколько же? Минут, ну, наверное, 10. Сколько я играю? Минут 15 даже, наверное, гавкает тоже. Ну, там собака, наверное, чужая какая-нибудь ходит на улице, а он злится, что я что-то ты ходишь, а я не хожу. Типа жиза. Так, хорошо. 3-800 имеем. Гоу, мид. Ладно, сейчас будет. Это ждуза. Опа, кристалочка. Шарты закрыли. 4-500. Чемиста вообще ничего нету. Но мы можем смело пойти мид добить, в принципе, сейчас. Смело пойти мид добить. У меня уже 6 слотов почти. Обычно медузы заканчивать при таких слотах на 30-й минуте. Просто это жесть. Очень лютый перефарм. Очень лютый перефарм. Хорошо. А где Тэшку заберем? Отойдем. Хорошо. Просто сломаем и все. Отойду. Подойду. Там кристалл коррестнулась уже. Они не выиграют драку тут, если мы будем драться жестко. Более чем уверен. Они не выиграют эту драку. Пошла замесить. Замесилова пошла. Это жесть. Стангейс нажали просто. И все, не боимся никого. Вот, поехали. Ничего не боюсь. Хочусь в Тускар. Хорошо. Мить сломали. Ну, кристалл очка. Ладно. Тако, наверное, отойдем. 6-700 есть у нас. Дапаем артефакты. Худжу помочь. Пробуем помочь. Нет, не поможем уж. Губэ. Пуш. Из-за тебя умирать не хочется. Все, отходим. Не-не-не-б. Я бы уйду сейчас. Хорошо, Стангейс КД. Я не хочу рисковать в этой катке, потому что они могут жестко камбэкнуть. Могут жестко камбэкнуть. Отходим. Так, что у нас есть? В принципе, мы можем сделать сейчас Курес. Потому что нас там бьют с руки. Но можно сделать еще и бабочку. Молния, бабочка. Давайте сейчас подумаем. Можно еще в ману что-то сделать. По тот же Хекс. Дамага. Бабочку сейчас сделаем, наверное. Какая горгона без бабочки? Ловкать же. Ловкать же. Какая горгона без бабочки? Ого, вот так вот. Хорошо. Какая горгона без бабочки? Чуть-чуть нам не хватает еще доапнутой молнии. Было бы очень круто. 500 золота не хватает. Хорошо. Можно пойти подраться, да, я так думаю? Глобалка. Ого. Это больше сейчас хорошая драка. Глобалка. Глобалка. Ооо. На ставочку работаем, что ли? Куда ты его отпинываешь? Бабочку придется жать. Глобалка. Глобалка. Подкукаешь? А, не можешь. О, поехали. Пех не могу достать. Хорош. Ууу. Ну, это точно на ставочку. Это точно на ставочку. Рампога. Это люто. Драка началась. Для нас внезапно. Так же и закончилась. Го, по низу. По низу. Жестко. Жестко. Рампочки. Передушили. Ну, 6 слотов есть. Рампочки имеем. Так, ну что, Гой не сдал ламывать? Ну, оппоненты не сдаются, кстати. ЦМка 17 на 9. Что, керри не брал? Жесткая дуза у нас получилась. Отойду. Пусть химик взрывается. Зачем ты его откидываешь? Ну, вот это замедло с Леорикой, это жесть. Просто как мега-крип. Ладно, го, тойдем. Го, тойдем. Мана очень... Ну, линка вообще на самом деле хорошо заходит. Помогает. Эти низ сломаем. Хорошо. Без шансов на камбуз они, походу, тут, да? Не успел я линк ему накинуть, но ему там она не помогла бы. О! Дорогой. Хорош. Дабл килл. Он чисто как крипи. Душегубство. Не знаю, ребят, напишите, какой билд. Но эта катка, она такая более грозная получилась. Гаргона с молниями, она более грозная, я думаю. Потому что, знаете, она... Выфармливает чуть-чуть все-таки быстрее. Вот я заметил, на инше все равно чуть выходишь. Там есть же... Не всегда же прокают инши, которые у нас... Неуязвимы. То есть вот по вот этим иншам я смогу спокойно молнии пробивать. То есть мне нужно будет только маленьких бить. Потому что с большого молния не прокает. Ну и чуть-чуть быстрее вы на лайне выфармливали. То есть вы выходите на лайну, у вас пару молний вылетело и все, вы задушили. То есть эта тема работает так. Так, ну у нас еще есть тут вот такая прикольная штука. Называется... Муншард. И погнали, наверное, на базу. Сходим, зарегенимся. Выпустим оппонентов немного. Ребята там пофидят еще. И пойдем закончим эту игру. Закончим эту игру. Надо ману восстановить. Я хочу фулл ману с фулл мана идти. А можно еще желательно тревел сейчас поднять. По идее, она у нас уже есть. Тревел. Тревел уже, по идее, есть. Все, мы на базу. Жестко. Ну, перефармливает медуза, перефармливает. Перефармливает. Погнали забирать. Забирать наш тревела. Разбираем. Продаем. Все, ребята там пошли фидить, да? Хорошо. Есть тревел у нас. Шесть лотов. Убили у нас двоих уже. Кого-то забрали. Алхимика забрали. Я низ пойду ломать. А, ну низ уже сломал. Хорошо. Мега крип идет. Давайте проверим, насколько медуза сильно. То есть, смогу ли я дать им отпор. То есть, я сейчас шесть лотов на 36-й минуте. Я просто буду ломать. Они будут на меня нападать. Посмотрим. Что они смогут мне сделать. Но я не хочу, чтобы они уходили. Дайвили по стенд. Давайте на топ пойдем. Через топ. То есть, просто пойдем на топ. Вот как они будут дефить хг против меня. Это знаете, как лтдшка, только на уровне доты. Большой идет мега крип, босс десятой волны. И нужно его как-то задефить. Ребят, ну некстовые две катки у нас будут овер жесткие. Потому что я считаю, что горгона должна быть показана во всей красе. Именно постараемся как-то слить игру так, чтобы выйти в мега крипов и было шесть лотов. То есть, чтобы у нас были мега крипы. Я не знаю, конечно, будет ли это вообще возможно. Будет у меня ли такая возможность. То есть, ну постараюсь очень потную катку такую с качелями вставить. Потому что такая катка, она просто показывает перефарм героя. Такая именно конкретно фарм катка. Очень хочется потную игру. Диагаргона прям показана в овер жесткой красе. Конкретно на таком на лютом дефе. Знаете, на таких нервах. Очень хочется поиграть в такую игру. Но такую игру очень тяжело найти. Потому что не каждая же игра, блин, бывает прям очень годная. Потому что эти игры реально очень тяжело. Тяжело искать. Очень тяжело искать. Постараемся найти. Постараемся, ребят. Постараемся. Напишите, какая катка вам больше зайдет. Тут, скорее всего, в гайде четыре катки будет. Если третья будет в средней потности, то я постараюсь найти очень потную игру. То есть, мне придется сыграть большое количество игр. Это для вас я предоставляю. О, четыре игры, а здесь сыграл мало. А на самом деле я играю по 15, по 20 игр бывает. Понимаете? То есть, и так это пишется. Так и пишется контент. Надеюсь... Опа, агулива река. Так, Леорик. Меня нападают. Ну, Леорика сейчас задушим. Погнала. Леорик первый под наш нож. Хорошо. Идем в топ. Лайстиллер покинул. Ну да, уже все, заканчиваем тогда. Гоу. Заканчиваем просто. В топ. Ломаем. И все. Хорошо. Просто пофиг вообще. Чисто мега крип, я вам отвечаю. Просто ломаем третью сторону. Хорошо. Все, пошла поливальня. Просто поливает. Атак спид настолько жесткий. Просто поливает. Доламываю топ. И заканчиваю игру. Да можно трон даже доломать. Но я хочу топ доломать. Хорошо. Отлично. Ну, драки ластовой не будет, я так понимаю. Так хотелось под стон газе задушить. Вот такое стон газе нажмем. Хорошо. На Екса. Душим. Жестко. Ребят, ну вот такая вот непотная катка у нас получилась. Next. Пойдем 100% на потную игру. Я постараюсь найти такую игру, которую вам оверинтересно было бы посмотреть. Ну, эту каточку я оставляю на вставочку, так сказать, для того, чтобы вставить моментик с рампагой. Не каждый день увидишь рампагу на Медузе. Поэтому, ребят, поехали next. Так, ну что у нас, братцы, загружается третья катка. Что я хочу от третьей катки? Это то, что я хочу. Все. Я закончил. На этом все, титы пошли. Нет, на самом деле, ребят, очень хочется сыграть потную катку и показать Гаргону таки в самом соку. В ее, так сказать, самом мощном виде. А именно, конечно же, какие-нибудь качели. И, конечно, конечно, какую-нибудь хорошую игру, чтобы персонажи потели, все игроки потели и было интересно. То есть, хочется именно потную катку. Пойдем сейчас на центральную, перекаясим, переластхитим, перефармим и постараемся показать хорошую, интересную, красивую игру. Пусть, ребята, контрпикают, даже пусть будет интересно. Посмотрим, что Гаргонас может сделать на контрпиках. Там антимаги, допустим, даже какие-то НА, какие-то там фантомы. Попробуем. Попробуем. Очень хочется сыграть потненькую игру. Такую прям, чтобы по кайфу было. По кайфу, чтобы было. Не знаю, ксина взяли. Вот, кстати, я заметил, очень жесткая проблема у Гаргоны. Что ей не хватает хелпы всегда. То есть, Гаргона такой персонаж, который не имеет ни замедлений, никаких таких жестких уронов. Она просто щекотунья такая, у которой нету никаких замедлений вообще в целом. То есть, вы поэтому именно собираете скади и пытаетесь что-то делать со скади. Потому что по-другому никак. То замедление, которое дается с ультимейта, оно, в принципе, нестабильное. Почему нестабильное? Потому что вы не сможете стопроцентно замедлить оппонента, когда вам это нужно. То есть, нужно будет, чтобы оппонент чуть-чуть на вас посмотрел. Тогда он себя пробафает диспелом вот этим. Вернее, не пробафает, а задебафит. Появится у него дебаф. И все, так сказать, такое себе. Но, что нужно? Что нужно? Гаргоне, конечно же, в хелпу. Я вот играл с ЕСом, ЕС по кайфу вообще, если делает. ЕС ставит фиссуру, ЕС залетает, дает эхо, и вы еще накрываете это все стунгейзом. Это просто прекрасно. Вот так вот. Поэтому, конечно же, считаю, что самый лучший персонаж для Гаргона, это, конечно, какой-нибудь станер. Долговременный станер именно. Потому что именно в долгое время, в долгое время вот этот держать стан. И тогда будет the best, как говорится. Ну и все. Так, ну по пику там люто что-то. Гаргона будет у нас тут стоять, походу, в рпшках, да? Посмотрим, как у нас будет все. Если ксин пойдет центрально, у ксина, я думаю, выиграю. В центре не будет никаких проблем стоять с ксином. Потому что ксин, в принципе, он милишник. Гаргона милишников очень сильно, очень сильно ломает. Да и, в принципе, рейнджевиков. Если игрок неопытный, не понимает, как стоять против Гаргона, то вы будете стоять намного легче, нежели чем он. Тут нужна будет своеобразная специфика. То есть я вам покажу примерно, какие моменты нужно будет учитывать. Когда стоите ВС Гаргона и за Гаргону. То есть, ну, это такое, которое я должен был уже отвечать на эти вопросы, в принципе, в первой катке. Но в третьей мы это добавим, потому что сейчас другой день. Я уже не помню, что я говорил, что я не говорил. Я уже пишу гайд. Третий или четвертый день. Потому что я хочу потную игру. Но потную игру я найти, к сожалению, не могу. Не могу, ребят. Берем змею. И сейчас начнется лайнинг. Примерно, по-мусолим. Всю тему. О, ДС взял. Вакуум. Это уже понятно, что ДС у нас, походу, такой себе. Леончик с нуликом. Антимаг какой-то непонятный. Сапог. Это плохо. Знаете, почему плохо? Оно, что он сейчас будет меня просто тут чапалахать и все. То есть, ему пофиг будет. Надо уходить отсюда. Смотрите, две тычки, 150 HP. Нафиг. На, просто. Сапог. Это просто сапог часа. Это сапог. Руб сразу задело. Антимаг в ГГ, кстати. Держите в курсе. О, Диембрис. Что там, Слардар еще, да? Вот Слардар, кстати, это очень-очень плохо. Слардар это плохо. Ладно. Не берем мы тут руну. Помощи никакой не будет от команды. Нету ее просто. Команды у меня. Но здесь будет пот. Лютый. Так, там Слардар ВС играет. Это значит, что, возможно, придется собирать опять Линку. Я так не люблю собирать Линку на Гаргону. Он хороший артефакт. Но хочется именно урон какой-то собирать, а не толщу. То есть, толща, в принципе, тоже на Гаргоне. Это пушка. Но урон, конечно же, тоже хочется иметь какой-то. Поэтому, скорее всего, придется... Придется, конечно же, поддушивать. По Линку у Гаргоны все просто. Вы стоите, фармите, подбиваете какого-то крипа и, конечно же, пускаете змею. Змея очень сильно дамажит. И, конечно же, оппонент очень сильно хапает. Ну, вот и смысл. Оппонент должен аккуратненько стоять так, чтобы я не душил этой змеей. И все. Ну, хорош. Щит берем. Немного хп просадили, но разменялись. Разменялись. Сейчас вот этого крипа побьем. Можно будет змею закинуть. Все. Вот так крипов держим. Ласхитим своих. Оп. Там на монетке. Ксин. Монетку подобрал. Он, кстати, фистовый ксин будет, я так понимаю. Я его, в принципе, никак не убиваю. Вообще. Оп, дамага зашла. Это мой фражочек. Это мой фражочек. Хорошо. Хорошо. Пойдет. Первый артефакт сделаем в Файзе и Аквилу. Будет очень хорошо. И фармим, ребят. Нужно крепиться. Нужно крепиться. Тпшится у нас ксин. Сразу злой, наверное. Как это ты меня убила на Гаргоне? Это невозможно. Ну, поставили в наглую, Варт. А что делать? Варт наглую, а что делать? Отлично. Отлично. Сейчас змею будем закинуть. Давайте вот так закинем сразу уже. Оп. Главное, деда еще не прогуливать после того, как вы снейку кидаете. Снейк ксензия, помните такая-то? На кнопочных телефончиках. Телефончиках. Игрушка. Что такое дерзкий? Что такое дерзкий? Хорошо. На пятом левеле очень сильный змееныш будет. Очень сильный змееныш. Я не отвлекаюсь на руны. Стараюсь максимально придать значение фарму лайнинговому. Максимально. И, конечно же, тычкуем оппонента. Оппонент у нас милишник. Милишники не стоят против горгоны. Да, все, принес он. Сентряк снялся там. Ну, понял. Понял. Хорошо. Регенерация. Go. Заберем, чтобы у нас вот этот парень не забрал. Можно змеюку сейчас кинуть в крипов наглую. Сейчас отсюда от деда кинем. Так. Оп, хорош. Сейчас фейзы возьмем. Как думаете, перебафать вар? Я думаю, стоит, чтобы видеть его и задрачивать. Эх, добил. Оп. Очень много дамаги нанесли. Ох же, тот ксин. Хорош. Ох же, тот ксин. Но вард сейчас поставим себе под хг. Себе под хг поставим. Давайте отойдем. Сделаем вид, что мы дурачки. Сюда ткнем. Эх, не достал. Но чуть-чуть не хватило. Го, пробежимся. Может, он останется? Нет, все, отходим. Пойдет? А, нет, не пойдет. Сейчас будем очень сильно хапать. Очень сильно хапанем. Нет, нормалин. Таруф не стал меня сильно душить. А, это иллюзия, по-моему, да? Это иллюзия. Все, ксин тут не стоит уже. Хорошо. Все, фармим свои слоты, которые должны. Фармим слоты. 60 крипов должны, в принципе, сделать. Все, ксина, а поэт, у нас шестой. Че это такое? Вермудский треугольник, что ли? На ксине. Что он сделал? Непонятно. Одна аквила есть, все, погнали. Говоряем, крипиусов. О, кстати, сейчас пойдем отвод сделаем. Я совсем забыл. Как раз успеваю. Так, седьмая минута. Змейка. Отвод и на рунку зайдем. Слардар фаст армлет делает. Могу на ДС направить голс. Стареем. Оп, отлично. Стакаем. Если будет драка, я готов. Стангейс на восьмом возьмем. Так, два крипа. Одного крипа мы потеряли, но мы заимели монетку. Хорошо. Магнес нам нужна, ребят. Магнес. Что хочешь. Рожь. Можешь сейчас в байбайканце попытаться меня убить. Но я Стангейс уже взял. Хорошо. Отлично. Но у него 18 сек, он прилетит на ремнант. На ремнант прилетит. А если что, буду готов. Но я отойду, как время подойдет. Лучше отойти. Четыре секунды. Крип. Нет, надо уходить. Странно. Он же перед смертью прям кидал. Пропал ремнант сразу. Оп, хорош. Пармим пока ровно все. Давайте так сделаем сразу. О, я Стангейс нажал. Зря я это сделал. Ошибка. Зачем Газиен нажал? Очень плохо. Гоуста к ним себе. Плохо я сделал что-то. Зачем Гейст нажал? Я думал, он будет драться. За медлой ему повешу, убью. А он сразу отвернулся. Сразу же, мгновенно. То есть, моя ошибка. Сразу же отвернулся. Но я надеюсь, я тут на руне не подохну сейчас. Хорошо. Руна отличная. Отличная руна выпала. Выпала с хитим. Ты че там, братулец? Фурман взял. Не, я крипов не хочу прогуливать. Бегать за ним АФК. Это не нужно. Хорошо. 45 крипов. Это мало, я фулл пристаю. 60 крипов надо сделать. Минимум. 47 на 8, на 9. Не, 60 я все-таки не сделаю, ребят. 60 не будет тут. 55 от силы. 55 от силы. Почти есть Маднес. Первый раз скачать надо. 10 левел еще возьмем. Первый разочек. Хорошо. 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 50 крипов есть. У щитов включат щитов. Устает уже. Тэшку побьем. Скоро уже надо будет уходить с лайна. С лайна скоро надо будет уходить. Сранно, что в деда не полетело. О, промах. Осуждаю. Осуждаю. Хорош, пойдет. Главное фражочек на всех. На двоих, так сказать. Фражочек на двоих-то хорошо. Сейчас рунка будет. Так, 53 крипа есть. Ну, 55 я говорил, максимум сделаю. От силы. Там на топе вообще суета. У меня ни Маднеса, ничего нету. Даже пешится. Йоу. В принципе, можно штабор побить. Его побьем. На топе прям лютая суета и лоу-хп такие. Ага, пришел. Вот он, герой войны. Хи-и-и-о-о-о-ор. Главное, Ксину стоять в стороне, когда я змейку кидаю. Тогда он не получит урон. Змеи. Лол. Осуждаю. А пофиг, все равно урона не наношу там. Ксина, маны нету. Хорошо. Я манси чисто. А че мне делать? Манси. Манси. Славдар пришел, думал я тут что, растеряюсь что ли или что? А, ну вот так вот, надо бежать уже. Бежать, волосы назад. Еще и Руф пришел. Что я какой-то гей-парад чисто. ПКД бафает меня. Хорошо. Надо уходить отсюда. Син сейчас прилетит. Давайте на базу сходим. Вообще, стики желательно брать еще Гаргоне. Это просто обязаловка, в принципе. Я на стадии лайнинга почему-то не сделал его. Стик. Сделал почему-то. В принципе, не посчитал нужно, потому что фрифарм стоял. Ладно, гоу, мид толкнем очень сильно. Мид очень сильно. Берем манга. Манга нам только что жопу спасло, между прочим. И наш эмс на фейзах. 11 апа и мы отходим. По идее, не достанет, по идее. Крипы не заблочит, нормалинга. Хорошо. Тпшка есть. Еще одна тпшка возьмем. Хорошо. Плохо. 65, но мало крипов. Надо тавр желательно давануть. На топе вообще суета. Но мид снесу. Мид снес. На топе пятеро. Погнали. Стакать. Фармить. О, свинья проснулась. Поел, доволь. Фармить как цари. Как цари фармят. Знаете? Заходите в энше и начинаете колотить. Слушай, там армористые реснулись. Это плохо. Нам главное забрать это до того момента, как они сюда придут. А если там нету софтеров, это очень радует. Это очень порадует. Хорошо. Next madness. Так, второй madness пошел. Яшку делаем. Манту надо будет сделать. Сделаем манту. Дальше потом будем делать. Посмотрим, что. Хорошо. Тэшка, да? Отпулилась уже. Отпулился уже. Крипы идут. Да. А венжифу? Что-то плохо. Да надо оставаться и дофармить просто и все. Что еще нужно нам для полного счастья? Для полного счастья остаться и дофармить просто. Золото есть, можно поищать. Сейчас в следующей драке надо поучаствовать с ребятами. Подоманы немного. Постараемся в драке снять ману с оппонента. Хорошо. Так, я, я. И Ешка остается. Хорошо. Отлично. Сапожочек. И у меня, в принципе, уже имеется Яшка. Яшка. Хорошо. Леон у нас вообще не хочет саппортить. Прям падло ему, походу. Ничего. Что, зайдем сюда в Эншинтов? Ага. Зашли в Эншей, говорю. Зашли в Эншинтов, говорю. Зашли в Эншинтов. Я не буду пытаться. Лагер есть? Конечно. Лагер есть. Я сразу почувствовал, что что-то не то. Опа. Хорош. Погнали. Доколотим. Магнуса есть. Дагерочек. Это плохо. Это плохо. Сразу понятно. Так. Все, Яша есть. На самом деле, не до фарма идем. Не до фарма. Надо низ ломать идти. Магнуса нету РП. Этим нужно пользоваться. Юзаем так. Магнус помогать. Плохо, что не было кнопок. Хорошо. Душим. Берем щит. Засейвится. Плохо. Постараемся сейчас задушить Эшку. Магнус не отходит. Отходим. Я ухожу отсюда просто. Я подфармил. Нормально. Одного героя подфармили. Жалко, что Магнуса сейчас не убили. Идем в Эншентов. Надеюсь, успею разок еще стакнуть. Жалко, что отсюда тут деревья мешают. Не стакну. Плохо. Что там есть кто-нибудь? О, драконозавры. Обожаю их. Мана сейчас все восстановлю. Все, мана сейчас восстановим. Не все, но немножко восстановили. Обожаю в них. Змеюку закидываешь. Нормалин. Хорошо. Так, главное в РПшку не вставать. И все остальное наладится. Правильно? Правильно. В РПшку не встали. Не умерли. Хорошо. Так, как я хотел прям. Так, как я хотел. С Лордара даггер уже, да? Да. С Лордара очень много. Очень много у С Лордара. У меня Орба только появилась. Только Орба появилась. Что там на низу, да? Вражочек. Так вот закидываем. Оу. Это что такое? Ору. Просто так Руто нажал. А вон тут вот стоит где-то. На Руфе на своем. Под ногами он. Да, он под ногами. Спасибо. Под минус армором быстрее зафармлю. Яд Стангейс тут уже не надо жать. Леон Красава. Опасно. Без Вижена идти туда. Плохо Яд Стангейс нажал. Хорош. Замерзли. Надо бэк идти. Я тоже тут умру. Тоже умру. С Лордар это С Лордар. Слишком перефармленный. На фидели, как обычно. 6-1 бегает С Лордар. ТП Юзани. Помоги. Подеремся. А я Орбу купил. Плохо. Стангейс на самом деле был не очень хороший. Я не могу раздамаживать пока, что я не готов. Но у нас ДС еще такой себе. А, ну у нас тут 05, 04, 02. Видимо потное будет. Так что фармим, ждем. Все там Даггера покупают. Линку надо еще. Фармим, ждем. Слабенькая команда. Наконец-то. То, что я искал. Печально. Магнус, конечно, тоже жесткий. Так. Одна секунда. Рез. Погналим. Мишка драпом. Господи, что у тебя там? Б. Вот что этот антимук. Фидерский антимак, та же 05, у нас такой же. Ужас. Все, пошел. О, пришел. Рош. Фиддл. Подфиддл. Хорошо. Так, ну, на Меду много суеты. Давайте я, походу, варты буду ставить. А, нет, да? Тпшка Слордар. Аегис взял. Так, ну, манта есть. Опасно все это дело у нас тут. Быстренько заколотим, отходим. Манта есть. Я не буду. Вендифул там хорошая. Делай то, что нужно, в принципе. Блин, вардов вообще нету. Просто посмотрите эту игру. Тупо вардов нет. Тупо нету вардов. Это называется. руб там с вардами с девардами погнали на топ стянемся ds толкает попробовать пробует перетянуться next линку надо делать потом с коде и все остальное портара ега на низу сейчас наверно зафарминг на низу потная катка пошла ребят от на господи не резнулись почему не нужно тут браться с лордар придет с лордар сейчас придет понимаем о да ладно это беги таких пятером не увидел здесь под вардом они вот здесь ходили все печально мне так видеть вообще нельзя ладно фидер на антимаги это хрен с ним на типа так мне видеть нельзя но не очень хорошо там играют пацаны это баланс тбшки наконец-таки я ждал такой баланс скорее все будет очень потно печально еще и ул дал прикиньте тупо чел на магнусе какой шаристый типа они весь фарм мне отрезать что они тут отрезали варды стоят там отрезали ли он не будет соло пытаться все вырезать тут венджи фол и руб там конечно жесткая душа магнус вообще такой жесткая четверка называется ладно 070602 ребята у меня в команде три персонажа три игрока но мы будем тут играть до конца мы так сказать огорчаться не будем это горгона на горгоне если вы сливаете сливаетесь и на первой минуте то значит вы слабый так это плохо я курить ливни лучше вы толку от тебя нет не знаю ли он куда идет а моя без замерзнешь мб а его выбить а его выбили а че толку надо уходить отсюда ходить нет смысла я не хочу свидеть еще раз только его выбили нет смысла надо в топ идти погнали в топ так и вы фармим надо аккуратненько играть просто меня бесит что иногда щит не показывается то есть анимация такова этого щита что вот вы направляетесь он появляется и тащить такое себе ладно так парнем парнем чем молния тут хорошо зашла бы на фарм которого нету удается мр пэхи нету вроде т.п. нету гол т.п. купим дополнительно погнали делать и удраться он гейза нету мне не подставляться просто закидывать змею надо постоять они не должны выиграть эту игру тяжелые атака у них хорош то что я хотел сделал он меня будет пытаться магнус наверно вытягивать вот здесь ты я выходить не буду под рпш да 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 цари че делает на магнусе просто просто господи одиа можно мне кнопку нажать хорошо я ухожу по одному фражочку будем так забирать не спеши не спеши 2 лоха по понятное дело хрен с ними а дефа так и играется по одному фражочку по забираете да это не очень так но видите я от рп магнуса старается от манси потому что магнус рп ху дает я там тоже умру я не хочу видеть то есть тут даже не в том смысл хочу ли я или не хочу это неправильно будет если я магнуса останусь магнус меня рп хне ты типа gg это того не стоит принципе того не стоит это того не стоит этот фит того не стоит антимаг фарм забирает не знаю смысл ли ему фарм вообще отдавать антимагу вы эти наверное под задушим так вот река имеем можно было бы молнию сделай да ребят блин там стаки мы которые я не забрал стаки которые я не доколотил ладно уже ребята там за кого стартах фарда на охоту вышел линку надо вы блин опять таки линка но линка поможет мы все если я в рп залезу то хотя бы я амплификацию не поймаю хотя бы то есть это уже что-то будет я хотя бы чуть чуть дольше поживу да плюс еще и статы а урона нету совсем снова ну совсем нету слабо риха там ходят недовольны так 4000 вот так бежит 4000 гуя на низ пойду схожу 4000 молния мне просто в лейтгейме не понадобится тут под стон гейзом молния не помогает я поэтому воздерживаюсь от этого артефакта в целом блин страшно туда идти ладно хрен с ним ксин там один это фигня полу линки уже есть линка в принципе почти есть уже когда с ксином будут проблемы куда ты палец мудаешь арут и за диспелем рука за диспелем я щекочу его просто а с лордаре пацана с коде надо делать ребят next а хорошая драка щас была с коден не хватает хотя бы с коде с лордара совсем не пробиваю леон молодец отыгрывает игру роша есть с коде гу хорош так этих пацанов лордар в роша на сто процентов пошел леон там соло побежал дефить я ты даешь копеечка остается поин бустер познатоп на базу на тп стики продаем есть такая штука магнус сейчас просто застыл все расстреляли его расстреляли магнуса так 22 к хп и полторы тысячи маны все я в принципе уплотнился в дефолт теперь нужно стандарт дамаг какой-то иметь стандарт дамаг он все забрал на хг на хг будем драться сейчас сейчас драться сейчас будем драться в принципе с коде должно мне чем-то помочь в хг но игра потная пытаемся вытащить свою команду с леончиком леон молодец тут ли он хорошо играет вот это плохо сможем тут сдохнуть за него щит вот это люто руты снять нажать кнопку хорош но минус лордар воеги это такое минус лордар воеги но тем не менее в рп не становиться и будет все нормален лордар моншард купил как я люблю сладаров которые покупают моншарды возьми бкб закончить катку шар возьму манты нету 15 секунд еще опасно подходить так закинула такую штуку да 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 зато да ооооооооооооооооооооооооооооо.. цггда до ну буду драться буду драться дм п voulais у поможешь верх 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 б Perhaps остановят брат давай душить его хороший топ падает топ падает дамага льется хорошо за дефилис можно сказать вот и чё видишь на венге видит это мкб сейчас будет хорошо ну а дефилиса егу за дефили ребят жестко вот она сила горгоны стон гейс нажимаешь и убиваешь дамаги стока льется это сила горгоны конкретно в этой катке это видно это видно ребят это потная катка будет нас ли он молодец старается вэнджи фул там соло ходит плохо так мкб нужно ребят по дефолт дефолт мкб пашку носить надо первое время надо носить пашку щас так 8 секунд до сладара я еще одну линию смогу запули еще одну пачку крипов запуляем и в лес уходим и 800 и будет 4 500 сейчас еще лес пройдемся в лес которым управляют зафармливаем хорошо зафармливаем еще тут можно фармануть топе быстренько подфармим еще пачку крипов почти у нас есть кнопка дополнительная вот встретил его отлично хорошо и рыч фармит так ну дальше не вижу на 4 500 я поднял как я обещал как я примерно посчитал по золоту сен внизу драка если что без ксена будет но если что мне просто нужно будет драться под манты манту главное не слить если тени и правильно манту про юзать и от манты тупо живу сейчас если к ним анто я бы уже наверное закончил по игру ну то есть они будут так 4 600 гуку рума газ возьмем демонейдж демонейдж возьмем всем пришел фермер фермер ксин вашим услугам если как они могут зайти это конечно же по вырезать лордар может повырезать оппонента просто там вырезал там вырезал и гг манты мне вообще нельзя нажимать не на подфарм никак просто ждать момента когда нападут момента когда нападут бенга в меду с линкой я могу в линку и закидывать змею сбивать магна в меду все хорошо хорошо 500 золота золото не 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 от хг хорошо хорошо 400 золота магна прям такой магна тавр ходячий ходячий магнус закупаемся так а началась до так вот магнус будет прыгать магнус ждет удобного момента магнус так и не рп но он меня пытается пытается а магнусе чел на меня сыграть но я мид пойду сейчас 63 секунды хорошо магнус рп не дал я стою манси от рп я вижу магнуса аккуратно надо от магнуса играть магнус хитерка хитер бобер хитер бобер там еще рук живой они без руфа кстати пушат постоянно хорошо хорошо тэшку ломаем ломаем тэшку last слот остается нам хорошо еще тэшку чуть побьем все б б б б б б шиба тоже хороший хороший артефакт но я тут у перри буду выходить отлично си внизу быстро зафармливаем уходим зафармливаем и уходим они с третьим рошана будут пытаться холдэшка хороший артефакт хорошая руна лордар бкб хор и муршат хорошо так 4 600 имеем 4 600 это очень хорошо что у вас слотом честно тут вопрос у меня такой стоит серьезный можно линку сделать урона в принципе должно хватить давайте линку сделаем если что потом продадим катку влейт будем затягивать линку сделаю линка это мои статы плюс дополнительно еще с лордар не будет накидывать то есть если у меня не будет манты у меня будет возможность одну амплификацию откинуть просто там все дамагеры и соответственно если у меня не будет армора то мне в принципе если маны даже не будет у меня не будет ничего по сути мне кажется зайдет 180 200 урона плюсом еще шарды шарды выдохится подраться главное а ну мы вообще от дефа хорошо деремся лордар вот напасть будет отлично линка хорошо вот в эти моменты мне пригождается отлично суета пошла сладар умирает тут плохо нету скинуть я стан есть просрал так что никакого нету плохо яман то просадил надо уходить ребят надо просадил но линка сейчас хорошо зашла гоу тэшки по потопу тэшки 30 секунд не будет кого вэнджи фолда у меня все есть я в принципе я могу я могу оплах несармор кидает тут рук еще рука надо вот если бы я сейчас либо раньше на глаз я стан есть ждал на такой момент когда вообще надо было сразу жать по факту факту надо сразу жать не пробьете тут это смерть пацанам тут сумри сухопутный давай 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 хорош дорогой вот она сила горгоны дузовичи топ ломаем просто можно роша топ-2 товара и роша антимакс фиде леха она блин конец у нее даггер там руб закинул 200 урона мне хватает на данной стадии далее полторы тысячи маны есть можно не бояться у нас будет прыгать наверно хорош все отходим хорошо иллюзии задушили маншар берем ребят отлично все я 6 слотовый осталось только трэбл обзать я полностью уверенно себя чувствую в этой катке но потому что все в моих руках и я знаю какие нам действия нужно произвести для того чтобы выиграть данной игре и стараемся стараемся выиграть то что нужно делать просто и все но я не хочу роша на танчик если честно раз туча не забрали хорош пойдет рошу заколотили отлично сырои да выдаем навигацию ребятам опа ты убить меня собрался магнус рпх нормально застынет магнус нет не застынет плохо я всю мануслил почти у меня есть еще кнопки пкбху нажму давай плохо я умер не раздамажу да чуть-чуть чуть-чуть не хватило помощи от команды чуть-чуть не хватило просто чуть вот если бы я сейчас не умер если бы я сейчас не умер сто процентов сто процентов мы бы сейчас ходили на базу и полетели ломать эх но я дрался чисто как просто автоатака мое все условно рабочая хорошо прокнул но не хватило ребята не помогли мне меня все меня вчетвером били ребята не помогли не знаю где с против кого не там дрались но может быть сломает тэшку хотя бы ребят хотя гирыч с аганимом но гирыч помогает аганимом все равно замедло на всю карту закидывать бейте бейте ушки лордар 40 сек нормально пойдет ребят тем не менее размен хороший я считаю если еще и тэшку сейчас заберут хотя бы полмида будет отлично так как у нас гиро лед имеет хотя бы яшку кристалли 100 может быть что-то и раздамажим сейчас но очень плохо что я умер очень конечно а гидбэк надо б не ватар все все хорошо так 3 400 там у пацана было у меня 1300 до но у меня почти travel есть это получается сколько 420 420 420 и не хватает до тревелов чуть-чуть антимаг 44 минут вообще ничего нету 0 11 11 13 17 но под нить-ка под ненько ребят хорошо ну у меня маны не было на драку вообще я еле-еле там еле-еле собираемся собираемся сейчас и скорее на дефе будем я в рпшки еще сколько времени простоял и надо вообще байбэк давайте не будем брать правил сейчас на байбэк оставим или он не умри только брат ббб перливан да что-то нам вообще делал на лионе вообще непонятно опасно надо побежать злодар что-то ковыряется от хг я не хочу рисковать поэтому нужно играть час от хг максимально четко от хг играйте все 4 минуты а пока гералят контроль дай хотя бы до хорош хотя бы ракетницу закинуть да на низ зря на низ дефицит 40 секунд без лиона это скорее всего минус хг хорошо ой как хорошо дорогой дорогой ой как хорошо дорогуши там еще рпха есть уф как они застангейзе листа хорошо минус 2 просто настрелял магнус боится рпху давай боится боится так но это без леона драка была с лордар там лоха полы дар лоха полы хорошо нормально за дефицит 60 секунд еще минута на 47 будет до стан газе стан газе так ну леончик есть . у нас стоит еще леон если не вы давайте я так потанчусь и что ли он подсовет я думаю там бэкэбэк нету леончик варча станет туда лично хорошо блин топ пушится так и рыч гол туда за дефин топ у меня почти есть на трэбл на байбэк просто хочется стать будет 5k я куплю трэбл и байбэк будущего на шабле он не умер и все хороший стонгейс нам ни к чему не привел абсолютно то есть мы задефились но толк такой ребята далеко ли он что-то спит я не хочу сильно так стоит далеко от команды не нужно больше от меня подсейвили поэтому нужно балансировано как-то бегать балансе золотишки что там дэшка будет нет руб внизу не ставор бы побить было бы хорошо не знаю в атаку страшно идти страшно идти в атаку потому что могут убить прям на изи на изи могут убить если меня в рпшки продержат краша в башах солью всю ману без помощи а джи 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 с такой себе такой себе ds сохраняем хладнокровие обходят от хг так 4 600 есть в принципе это 5000 это у нас travel зря ты валов реплика ты гэш я строился берем отлично правил умеем так хорошо погирыч закидывает бардар еще гиперстон покупает маднес зря нажал мне главное меня чтобы не залетели на магнусах не успел нажать кнопку плохо я скорее всего берусь берусь задушить ладар умирает отлично дэв вниз руп остался да ну скорее всего байбеки сейчас тоже будут сжать я буду отходить если нет байбека очень хорошо но сладар по моему на последние бабки купил гиперстон себе насколько я знаю ага понял отходим в принципе я смогу с ним подраться но без рук хорошо грипп еще нажали давай ли он брат я же видел что ты рядом ли он долго что-то думал в сторону хотя бы сломаем хорошо хорошо ибо кто-то вон ведь зашел уходим на стан гаде уже есть магнус ох прп протащи магнус ангейс нажал хорошо отлично джи-джи ребят джи-джи вот она та самая потная каточка которую я хотел вам посвятить это вот она конкретно в данный момент сейчас вы увидите очень потная игра и я считаю просто но то что нужно то что нужно надо уходить отсюда она своего что-то не уйду не уйду тут уже до доходи соло просто пытаться вот этой темой заниматься и все 7070 вардар по времени да надо уходить что ты хочешь от меня у меня и ульчик брат отлично отлично магнус магнус такой на позиционке пытался выиграть игру не удалось у него но он хорош он постоянно пытается поставить рп в меня что может заруинить в ней игру хорош так минус две стороны в принципе да один там барак но это еще не время радоваться по сути мы еще не выиграли но у нас смотрите у нас нету байбек опасного чем мы еще не выиграли но я уже так радуюсь потому что но очень много правильных мувов делается исходя из этого прям хорошо хорошо идет игра вагнуса рефреш миллион рп если не успею нажать кнопку так но они в вечном дефи сейчас будут это радует хорошо лично роша вроде есть но вам оек и сын хорошо travel 2 берем ребят дальше же будем собираться другие артефакты ли он молодец старается опа вон смотрите ага они пошли они сами пойдут вардар в виду гирочи не будет брать у них мит упадет все они пойдут так включаем стрелы погнали вот эту сразу тему нажмем их я не успел разбить руф снял кнопки то плохо я без байбека мы можем если я сейчас умру типа это гг будет конечно если умру это будет конечная манта кд когда байбек я не успел разбить там ждем ждем бб и на их ошибках ловим байбек будет и хорошо то что там ds умирает это все равно а а егису панды они там рапиру делать если что рапиру заберу надо топ стянуть ближе к топ угол от хг играйте байбек но почти будет байбек 2 минуты еще байбек 57 но скорее всего они пойдут до талого это очень плохо сильно идет стак 3 внизу да там ксим солоду хорошо они внизу че боятся с лордар там без трогулок вот хг почти есть бб хорошо 2 внизу да 3 внизу вижу венджерфул тоже внизу напали уже плохо антимаг сдох но байбека нету это опасность и заберу будет очень хорошо хорош я линку сбил господи какой я мега крип хорош смотри на меня на меня смотри не смотрит на меня гол 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 его тоже в таверну соло тарги включаем готов хорошо хорошо дорогие отлично так сладар 60 секунд и уме тэшку хорош это наш клиент а латарщик рапируй кто-то забрал там сильно пуш там сторону у меня все кнопки в кд маны нету очень плохо но есть байбек ломаем так есть хорош давай 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 еще крипов сметем отлично ребят ну вот такая у нас потная крайняя катка получилась но не знаю на ваш суд но я если честно хотел прям ну примерно такую примерно такую катку но я ее в принципе и получил жесткая игра получилась гг спасибо ребят команде все таки ну посмотрите просто 217 216 114 я четыре раза умер правильными мувами просто выиграл игру то есть это доказывает что данный персонаж способен способен на именно на вот такие вот чудеса которые вы сейчас увидели но не знаю судить вам понравилась вам эта игра или нет напишите в комментариях и в принципе на этом мы гайд на горгону ребят заканчиваем надеюсь эта катка вам понравится и в целом гайд понравится уф единственно только я не отписал как стоять на ней на лайне на боковом но в принципе то же самое только под саппортом если вы стоите у вас будет фарм у вас все будет прекрасно так что вот такая тема друзья ну не знаю судить вам судить вам вроде катка неплохая потненькая такая мы могли проиграть но я правильно держал позиционку исходя из своей позиционки просто под задушил и все и вы формили вот вам тупо гайд как правильно будет играть на горгоне если честно я сыграл на горгоне игр 9 уже ну 10 и где-то 10 9 11 игр где-то подряд и что я вам могу сказать что этот персонаж все же я вот лично считал его бестолковым нудным фармить на нем долго но этот персонаж очень интересен пока вы не начнете на нем жестко отыгрывать то есть вы просто начнете на нем задрачить вы не поймете вообще этого персонажа никак абсолютно никак не поймете я понял как на нем быстрее вы фармли то есть я это привожу то есть я эти тактики начал вам показывать гайде то есть если я раньше на горгоне играл где-то ну примерно за месяц там одну-две игры то сейчас я сыграл около 20 за месяц и я начал понимать этого героя намного лучше соответственно и вам показал намного больше уходите в эншинтов подфармливаете мид и четко по таймингам делайте тогда у вас все получится все в принципе друзья с вами был ксен азас и до скорого ставьте лайк подписывайтесь на канал кто не подписан и спасибо всем кто смотрит все ребят гейлдж